Такой отважный, что хочет рассказать, что было в прошлый раз за Hero Point. Целый день! У кого нет Hero Point? Да, у Андрея нет Hero Point. Андрей, ты рассказываешь. Ну, короче... По стфандерах Hero Point надо выдавать в начале каждой сессии, в конце каждой сессии забирать. Ну, ладно. Конечно. Э, ну... Так, ладно, не перебивайте, Андрей, давай. Ну, короче, на прошлого... Вчера я проснулся, пошел на работу, отработал, поехал домой. Что делала партия из того, что ты слышал, и что делал Бран? Что делал Бран? Бран работал в паре. Они ходили, как какой-то квэф завершали, пытались выключить денег. Ну, и мы сказали, мы дадим вам денег, если вы не будете больше отмазываться драконом. Что-то такое. А потом, говорят, еще они с каким-то чуваком ходили, у которого без памяти, который у меня пиво пил. Я, правда, не помню имя. И потом мы взяли задание и пошли в этот. Выполнять его. Какая-то странная у тебя память. Ну, ладно. Ну, если очень все смять, перемешать и вывалить на стол, примерно, то получится. Да, и деньги, наоборот, не заплатили, а не доплатили, чтобы не отмазывали больше драконов. Ну, да, это все нюансы, но Андреев как бы какие-то основные мелстоны назвал. Да, хорошо. Они хотели еще больше денег, но им сказали, мы дадим еще больше денег, но тогда они будете больше отмазываться драконом. Да, да, вот так. Я так и сказал. Штенник 15 копеек, по-моему, разница была. Ну, ладно, Андрей. Мастер, можно, пока игра не началась, мы очень далеко убежали, я спрашивал на прошлой игре в списке, раз вещи Алириса оказались у Лошота, и где-то заявлялось Алирисом, что он бы дал бы денег, но он все вещи свои просрал. Там были деньги какие-нибудь, вообще какой-то список имущества? По-моему, я вам точно назначал, сколько денег у него было. Это было еще, когда вы в таверне нашли его вещи. Я не помню. Вместе с палочкой забрали у него золото. Я золото не забирал. Палочку мы сняли с его тела, а сумку Лошот кинул в север. Вы уверены, что не записывали, сколько у него золота? Точно не записывали. Нет, я точно ничего не записывал, и я на прошлой игре писал, что если там было золото, помимо бумаг, то я бы это золото разделил. То есть это было все до того, как Бранк нам присоединился, и я бы обозначил, что это золото принадлежало Алирису и так далее. Типа, что они выбрасывают же его. Говорится, тихо спиздел и ушел. Называется, нашел. Тихо спиздел и ушел? Что ты спиздел там, тихо, Максим? Ты спиздел что, Даль? По двумя. Да, ты как-то очень тихо, тебе слышно. Меня тихо? Нет, не тебя, Андрея. А, типа, выкрути. В прошлый раз он не со своего микрофона стандартного говорил, поэтому его было громче. Я его выкрутил и так, он у меня выкручен в Максимум. А он все равно тихо? Что-то может быть. Давайте вот так. А что, в Е-брусок? Ага. У него было 6 золотых монет и 15 серебряных. Да, много бы он заплатил, конечно, за свои вещи. Так. Ну, собственно, ваш шот серебряный... Сколько там? 17 серебряных? 15. Короче, как же это считать-то поделить? Два и по пять. Ну, вы же не знаете, чем бы он стал платить вам. Да, короче. Чем бы он стал платить, простите. Два и по пять. Все правильно. Не знаю, у него больше ничего, кроме натуры, не осталось. Ну, натуры тоже можно. А, Макс, помимо денег в сумке и бумаг, на которых был описан ритуал, там были какие-то книжки, в которых я так помню, что он смотрел и изучал, и по книжкам пытался понять, сопоставить ритуальные записи, чтобы как-то их расшифровать. Ну, у него ровные вудлия местные, на старом великанном языке. Да, вот ты про нее как раз говорил, он ее вдублял и пытался с помощью нее расшифровать. Кроме этих предметов в сумке у него больше ничего не находилось, правильно? Я хочу просто забыть. Из-за принадежности и походные вещи, там, во что переодеваться. То есть обычное шматье, правильно? Ну, да. То есть все, что не представляло какого-то интересного. Камень ему не сперли или нет? Камень чего? Ну, камень. Он на шее носил камень. Мы не знали, что у него есть на шее какой-то камень. Я раз 20 точно об этом камне говорю. Было дело, я даже спрашиваю, когда вы смотрели, но камень мы у него не забирали. Да, когда вошел шмонал Алириса, ему бросился, попал под внимание, или как, не знаю, какое еще слово подобрать. Я просто уставшему здесь поняли. Только палочка он заметил, когда его шмонал, и только палочку он с него снял как что-то опасное. Все остальное оставил. И себе оставил палочку или нет. Палочку мы ему вернули. А, мы ему палочку вернули. Да, и он как раз сказал, если бы у меня были деньги, типа, я бы палочку вам оставил, или что-то в этом духе. Типа, я без денег пойду и ее продам, пропью. Какая-то примерно такая была, скорее. Ну что, ладно, я не уверен, что именно так все было, но окей. Короче, смотрите, поскольку Вашот изучал эти записи, он какие-то книжечки все это себе оставит, переложит это все в свое имущество Алириса, а он где-нибудь сожжет в камине или где-нибудь. А может, оставить таверню, пускай придет, заберет, а? Да, конечно. Хорошая идея. Че, в чем проблема? Все, у меня вопросов больше нет. Извини, что я перебил. Уга. Так, вы сейчас находитесь в Тонторе. Наступила облачная погода, посчитаем, что сейчас утро. Легкий ветерок, пахнет булочками в соседней улице. А мы уже вышли от этой женщины, которая квеста выдает? Да. Я думаю, вы уже переночевать успели утром проснуться. Да? Так. Но мне проще с утра начать. Хорошо. А женщины, вы уже точно вышли. Вы сейчас были в таверне и выходите оттуда. Вот. Вкусно пахнет. Наверху, в верхнем городе что-то происходит. Там немного шумновато. По улице ходят люди. Ну, тут, как обычно, довольно-таки спокойная местность. Че делать будете? Леса? Да, господа. Тогда нам путь пролегает у леса и... Никуда за ленту. Может, все-таки начнем не с утра? Хотя бы, не знаю, с раннего утра, пока еще темно. Мужики, пока еще утро. Может, я эту булку натренирую летать и смотреть в ночи? О, летают, может. Вы можете пока дойти до пушки леса. Ты там займешься, что-нибудь тебе надо. А я пока пойду вперед, посмотрю, что там в лесу. А, погоди, вернусь. Марк, смотрите, я вам сейчас объясню. Это фамильяр. Я могу каждое утро настроить. Я могу сделать его летающим и с ночным зрением. Он полетает, помимо того, что ты будешь разведывать и искать, что у тебя классно получается. Но, может быть, эти, как они бандиты, немного глуповат. И где-нибудь костер уструет, который проглядывается с неба. Или не делать? Ты делай, почему нет? Ты же ни с чем за это не пожертвуешь, или чем ты за это пожертвуешь? Ну, пока будет чуть-чуть тупей. Ну, короче, да. Ты же перенастроишь какого-то другого свойства своего фамильяра? Ну, короче, проблема в том, что с утра, как обычно, я уже начал настраивать. И каждое утро его только настраивать и перенастраивать. Ну, короче, ладно. Ну, короче. Ох, эти твои магические штучки, эти флюшки. Настраивай, тебе там удобно. Короче, пошли. Кто-то из вас маг? Я смотрю, кто это интересуется. Зианя-то верно. А Зианя-то верно, которую мы снимаем, да? Да. Смотри, кто спрашивает. Да я спрашиваю. Кто-то из вас маг? Кто-то из нас маг? Волшебник. Есть редкие заклинания? Не уверен. Редкие ты имеешь в виду, которые прям редкие. У нас просто заказ есть. Библиотека разграблена вся была. Так что ищем заклинания, чтобы установить библиотеку. Если есть, можем купить. Не, ну у меня самый наиобычный. Редкие имеют, это прям в которых написано, типа, редкое, правильно, заклинание? В смысле, есть такие заклинания? Есть заклинания, в которых написано редкое. Это заклинания, да. Обычные, необычные, редкие. Хральназь, я даже не замечал. Короче, у вас шоу-то... Ну, допустим, обычные точно не нужны, а необычные могут пригодиться. Ну, там параллель надо. Хорошо, давайте так. Ну, к сожалению, необычных я не знаю. Может, вот типа, руки как-то печально сложат? Макс, у меня к тебе вопрос. Да. Вот я вроде не маг, но у меня есть необычный спелл. Я как-то могу им поделиться? Нет, твоим заклинаниям она учиться нельзя. Книга заклинания не нужна. Я понял. Я поэтому не спрашиваю. Ты можешь обучать своими способностями, не ошибаюсь. Блин, у него какие-то спелл заклинания, фокус. Нет, у него... А фокус... У меня фокус спелл. А фокус, а другой. Окей. Стоило, точно. Я уж обрадовался. Ну, ладно. Если что, через меня может договориться. Без хода верхний город. Отправим ему заклинание. Класс. Как тебя зовут? Меня зовут Томас. Приятно познакомиться, Томас. Меня зовут Варшот. Угу. Знакомый как бы уже. У меня уже тут не один день. Живеть. Только сейчас решили познакомиться? Ну, ладно. Даже запоздалые манеры, все равно манеры. И он протягивает руку, пожимая. Ну, мне кажется, мы просто с вами особо не пересекались. Как бы... Варшот, а кому ты за проживание платил? Можно у тебя узнать? У него... Если я мог кому-то платить, кроме него, то я платил, кроме него, кого-то. Ну, у него жена тут работает. Видимо, женя. Бесплатно жил в туалете. Бесплатно жил в туалете? В тихаря, в хлебе, знаешь, типа ночью пробирался там, куда-то в подсобку ночевал и выходил. Звучит как план. Здравствуй. Итак. Ну, Варшот, пока они вышли где-то быстро перенастроить фамильяра, я сейчас напишу, что я поменяю, чтобы сильно долго не возиться, потому что я себе там опции в самом печарнике фамильяра не добавлял, те, которые хочу что-то возить. И, собственно, мы пойдем. Никто ничего больше в город не хотел. Нет. Нет. Вы идете и на выходе из города вдруг слышите. Эй, господа! Я-то вас тут ищу уже целый день. Вы оборачиваетесь и видите, что к вам направляется Ксаргус. А. Ксар и знакомый. Да. Здорово. Мир Анапеттесин. Как живете? Слышите, я от моих парней, что вы недавно в город переехали. Да. Помнил тебя. Тут немного пожили, отдохнули, додумаем в лес двигать. Да, тут такое дело. Мои информаторы мне сказали, что вы решили заняться нашим делом. Ну, возможно. Звучит как-то не очень хорошо. Я надеюсь, что вы не собираетесь без нас проведем все дело. Погоди, погоди. Если я правильно понял, то вы вроде как перестали этим делом заниматься или не ошибаюсь. Мы до сих пор их ищем. Но тратим большее количество силы для защиты караванов. Причем мы до сих пор ищем. И как продвигаются дела? Нашли несколько их лагерей. Могу сказать, то что эти парни хорошо прятаться умеют. Доверься, мы отвечаем. Можно заявку? Вашот дергает Марка за рукав, чтобы тот к нему наклонился и шепот ему скажет. А что там за этих бандитов платят-то? Немного. И сет золотых, да, вещи, что там находятся у... На самом деле вещи, которые придут торговцам отдать, а остальные вещи можно себе оставить. Сардас. Да я. Да там же награждение, кот наплакал. Да, тут не только награждение интересно. Во-первых, можно провелнуть кое-какие неплохие вещи с их вещами. А второе, это репутация. Если окажется, что мои парни не смогли справиться, нам уже в следующий раз меньше заплатят. Да и цену, которую мы предложили, скорее всего, от вашей известности зависело. Пришли бы, может быть, нам бы больше предложили. Смотри. Ну, нам бы предложили изначально больше. Наверное. Сколько вам предложили? Сардас, смотри. Ой, 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 ребят, погодите. Смотри, если ты беспокоишься о своей репутации, то мы можем сказать, что вы нам помогли. И как бы все очень ок. Потому что вы в текущий момент занимались, не погоди. Вы в текущий момент занимаетесь тем, что вы контролируете этот тракт, по которому все идут. Будет весьма странно, если вы уйдете и перестанете этим заниматься. С точки зрения репутации, вы нам можете сообщить как можно на больше данных. Они могут оказаться полезными. И мы скажем, Сардас нам так помог, он нам дал хорошую инфу. И твоя репутация не пострадает. Ты тоже чуть-чуть принял участие. Не, чуть-чуть, что-то как-то меня не особо устраивает. Ай, господа, господа, господа. Вы что-то делите шкуру неубитого медведя. Пацанова еще не найдено. Делить еще нечего. А вы уже собачитесь. Что за хрень? Сардас, какой у тебя был план по этим мудакам? В принципе, можем объединить свои усилия для исправления. Ммм, был бы это не очень большой лес выкурить, конечно же. А так сейчас пытаемся отрезать их от всего. Если они не будут рядом с кормушкой грабить караваны, получать провиант, то они совершат ошибку. Так что мы постепенно захватываем лес. Понятно. Тебе не платят за то, что ты их отрезаешь от караванов. Я верно понимаю? Все верно. Ну смотри, а наш плод очень прост. Пойти, найти их и навалять им. Угу. Ну, ты получаешь деньги за то, что делаешь ты. Мы получаем деньги за то, что делаем мы. Все честно, нет? Но с изначальной проблемой разберетесь вы, а не мы. Которые тут уже почти вторую неделю занимаются. Лично я не против, как уже предложили, записать в список участвующих и тебя. Вообще никаких проблем. Будем считать, что все эти движухи занимаются совместными усилиями мы и вы. у нас же нет с тобой контакта связи. вы наши три лагеря сможете хорошо найти. Я подскажу к Марку. Тереблю его за край штанины, чтобы он нагнулся. Я что-то наклоняюсь. Что-то говорит или мне послушать? А тебе что-то... Подожди, ты реально не слышишь, Андрей? Я вообще его практически... Ну как, я его слышал. Ты выключил его на максимум. Я его выкрутил на максимум. Я говорю громко. О. Человек. Не знаю, я слышал Андрея достаточно громко, да? Ну да. Ну ладно, нахрен с ним, это мои проблемы. Разбирайтесь дальше. Я буду вслушиваться. Окей. Как это делать? Наклоняя... Он наклонился и спрашиваю ему на ухо, что это, блядь, происходит? Это наш знакомый, но, кажется, ему очень, очень, очень нужны деньги. Лошад тоже подергает тебя за рукав. Два карлика, точно. Я уже просто присаживаюсь опираюсь на колени типа с видом, ну что? И я таки перегариваю тебе в ухо и скажет «По-моему, он охуел». Дальше смотрит на все это дело. Подожди. Я жду, когда Марк обратно станет на весь рост. Опять дергаю его за штанину. Ну, Марк тебя дергает за штанину не знает, да лучше что-нибудь. Если я правильно понимаю, рост в подфайндере, за штанину должен дергать ваш от, а я все-таки за рукав. Короче, ты же весь старой скрестим руки на груди и такое откровенно угорает происходящего. Короче, ксардаш. Ты на репутацию боишься только? Ах, репутация, финансы, здоровье моих людей. Он ест лакричную палочку и тебе предлагает. Спасибо. Остальным показываю. Не-не-не. Смотри, что я думаю. если ты нам поможешь, мы скажем, что ты нам помог. Если ты хочешь не в криминале за наш счет обогатиться, то, по-моему, это служит уже, как бы, знаешь, против твоей репутации. Ну, бандиты не стали сильнее, возможно, благодаря нам. Никто не мешает вам обогатиться. Подожди, подожди. Я хочу принимать участие в происходящем. Так, ты и так принимаешь. Вам будет проще и мне спокойней. Сардас, ты и так принимаешь участие, и так на этом зарабатываешь. О чем проблема? Что я услышал? услышал? О том, что намек. Что вы не хотите, чтобы я действовал вместе с вами. Так ты и так действуешь. Какой намек? Ты о чем? Речь о том, что ты делаешь свою работу, получаешь за нее деньги, мы делаем свою работу, получаем за нее деньги, всех репутация растет, все довольны, счастливы, и все честно. Ну, звучит резонно. Ты понимаешь, мы не просто за так этим получаем деньги. Так ты и так не просто за так получаешь, не так ли? Ты ведь охраняешь караваны, тебе за это платят. Да, и мы идем охоту на этих парней. Ну, хорошо. Что дальше, в чем проблема? Можем поиграть в здоровую конкуренцию, кто первый поймает, кто-то забирает награду. Ну, так у нас делаем делается. Если мы не разделим, то можем разделиться. Сам за ты как-то предлагаешь делить награду или что? Ну, вы до сих пор не сказали, сколько вам предложили. Ну, и ты не сказал, сколько тебе предложили. Давай так. Резонно. Сейчас это, я подхожу к нему, беру коим-нибудь на этот. А, достаю и скажу, что она стрелает. Давай, сделаем тарану. И отходим другую, показываем. Отходит? Так, а что там сказал Марк? Я хотя продаю то же самое, только с бумагой. Так, а что еще раз предложу со стрелой сделать? Я протягиваю стрелу. Вот вместо бумаги у тебя песок, а вместо ручки у тебя стрела. Попадаем спиду экспеди пишем цену и отходим, чтобы посмотреть на лоби цены. А чем помешает соврать? А что тебе помешает соврать? Ну так хотя бы у нас не будет элемента торга, что мы не будем друг другу втирать какую-то дичь наперед. Да это вопрос чести, как бы, если мы тут договорились о честности. Не знаю. Лично мне нет смысла тебе говорить. Я вообще не понимаю. Ты занят одним делом. Не погоди со стрелой отличная идея, ты молодец. Ты занимаешься делом А. Ты не можешь бросить дело А. Но ты еще хочешь успеть делать дело Б. Пашот, он и так делает дело Б. Просто делает его медленно. И ему напрягает то, что мы у него заберем это дело. Все верно. Давайте сюда вашу бумажку. Да бумажка под тобой земля держи стрелу. Я его протягиваю так и быть листок бумаги и линию с пером. Ладно тогда я прячу стрелы. Благодарю. Но перо он берет достает из своей широкополой шляпы и макает его. У меня свое. Ну теперь будет шляпа грязная. Она и так нечистая. Я выполню дело заплачу начистку всего своего кафтана. И прилегающие к нему вещей. Очень удобно. Вот. Ну он написал. Вот собственно мы пары конечно ты занимаешься у тебя бумага. написал на одной бумаге я беру другой кусок бумаги я пишу нашу цену. Несмотря на его цену. И по суде мы показываем друг другу листочки. Я показываю наш на котором написано 50 50 плюс вещи бандитов. И он показывает свое на котором написано 70. Просто. То есть ну да разница очевидна. чё там у них за вещи раз вам раз вам их отдают. Не знаю сказали что они что-то украли надо товары вернуть. А то что они украли это понятно. А то что именно их можно себе оставить. Ну так что работаем сообща. И как делить то будем все это дело то есть сообща. не знаю пополам. Если там очень дорогих вещей не будет и мы сможем по поводу товаров договориться с торговцами вы получите ваши 50 монет. Может быть что-то сверху. Ну и вещи. Ой. Так. Мне не нравится что ты мне условия ставишь. То это здоровая конкуренция такая. Вы про конкуренцию забудьте не та страна. Тогда это какой-то шантаж. Это тяжелая жизнь наемника. Мне это не нравится. Но явники должны либо объединяться либо воевать. наемника. Я думаю что Андрей Бран Какого они уровня? Ты знаешь какого они уровня? Покажите ваш уровень допуска господа. Я переглядываюсь к ним хочу понять перед тобой стоит мужчина в керасе в полосатой одежде и широкополой шляпой и с двуручным мячом у него за спиной. Роше это ты? С Вайхандеру. Я не уверен кто такой Роше поэтому не отвечу. Роше из ВК 15. Он одет как бойцы Империи из Вахи Фэнтези Баттлз. Ну я могу понять насколько он сильный? Нет. Откуда? Бранн не в шахматы поиграть? Не умею. А я тебе буду учить смотри Вашу достает шахматы Зачем мне это под старость лет учиться это не интересные для меня вещи Ну слушай эту болтов него Может лучше давай партейку в гвинт А у тебя есть гвинт? У тебе он вообще есть? Ну чисто теоретически у меня могут быть игральные карты Теоретически их нужно было заранее купить А я чисто теоретически добыл опять закупиться сегодня Макс А чё тебе Александр покупал тогда? Я ему рецепт алхимический вписывал Значит у тебя карт нет сейчас Андрей Макс возможно они у меня будут я просто вычту деньги Ладно Давай так первоначально гвинт это не то что сделали CD Pro Это рассказывает начаться брат Да Это не то что сделали Давай ты нормально объясни что это такое Как если человек который вообще не знал про компьютеры и так далее как начинай играть типа дурака условно достаёт карты начинаю объяснять как играть короче главное что там говоришь про дорогие вещи повторить что было понятно что было ну если что то будет стоить ну допустим 5 золотых 10 или больше там всякие самоцветы оружие искусно сделанное то наверное все таки придется договориться по полднево вот так обычное снаряжение масло обычные луки мечи доспехи думаю вы можете взять стрелы грабить хочешь что договоримся что какие-то ценные вещи уже предположительно по цене но я предлагаю поровну видео продадим и поровну разделим да сюда на тебе по-моему нам и собственно ты говоришь на несколько лагерей сюда мы можем пойти в сторону одного вас как интересует в обе дороги ватрон и врампот посередине находится лагеря и один в середине леса друзья это твои лагеря да по 10 бойцов каждым еще раз это в своем лагере 10 человек или в их лагере 10 человек неизвестно где их лагеря мы не знаем где их лагеря знали бы напали бы наверное сколько находится ваше лагере нашего их лагеря неизвестно их лагеря неизвестно и не за сколько их штук мы нашли несколько предположительных стоянок но там уже давно ничего нету а я подумал вы уже плюс-минус их подобной той которую вы нашли под деревом понят господи но нигде добра не было найдено они его где-то прячут возможно зарыли так что если будем их брать понадобится один живой макс у меня к тебе вопрос вот этот лес в котором потенциально водится шайка бандюанов сам по себе этот лес он насколько большой например в днях пути там по периметру по периметру ну я не знаю ну или в диаметре скажи как по периметру это смотри одна клетка это один день в лесу это будет два дня одна клетка ну то есть если вы не умеете ходить так что ну да грубо говоря вот шесть клеток это дни 10 обходить ну лес такой нормальный размер по дороге ты ну грубо говоря за полтора дня от тантора до рампода попадаешь а у нас в инфе про задание просто сказано лес да ну это единственный лес который тут там торске ну да из него проходят дороги да потом ватрон и в рампот я смотрю на марка марка звучит как фаердил я сомневаюсь что мы целый лес прочищем своими своими силами так и быстро мы сами да это будет тяжеловато так что да горюж идеальная вещь да и вы сможете нормально ночевать не опасаясь местных зверей если у них что-нибудь магическое будет на меня мы это продавать не будем как-нибудь по деньгам сойдемся да а если кого магическое будет на кого-то другого я же говорю типа мы я полагаю мы просто полем какие вещи и там уже мы будем решать условно говоря пополам что Андрей этот Рошей на сколько лет выглядит примерно какой Рошей Ксарда что ли лет на 40 у него черно-белая борода черно-белая черно-белая потому что слишком старый был бы он еще старее был бы нему короче продолжаем сейчас я сформулирую мысль тогда поставлю плюс мысль после ты каждое утро получаешь 8 ингредиентов если тратишь их утром да ты получаешь по 2 или 3 бомбы не помню если с каждого инфузива по 2 объекта можно сделать мне же сейчас надо бомб накрафтить блять если ты тратишь их посреди боя то ты за одно действие из одного ингредиента получишь одну бомбу понятно я там вписал новые бомбы если что это ты мне их вписал за золото нет я тебе писал бесплатно кроме двух последних ячеек по моему отправились почему-то в механ вместо чтобы играть кампайн да да куда вы давайте заранее короче честная сделка тогда я притягиваю руку ксардосу ксардос протягивает руку тебе пожимает говорит в ответ речку ты не будешь а ты третий раз предлагаешь уже теперь хочу попробовать держи вишневый я ему пробую знак добра спрашиваю есть ли у него кружка с тобой нету ну тогда я достаю свою запасную кружку наливая ему этого blackout стал не я шучу жирного волоса конечно не надо его врубать я должен обратить внимание на название пиво нормальное пиво пробуй сам варил по названию мастера пиво тут узнаем андрей ким пожалуйста заранее крафт на твой ботонок пиво и по правилу насколько вкусное пиво да но пинт дает вроде как я понял да кружку да не ну ты сам варил так что мне нужен крафт и запиши себе результат этого крафта чтобы мы каждый раз на этот же самый ботонок не кидали крафт то есть и напишешь в скобочках на ботонок такой человек крафт пробует нож и будешь обязанность пользоваться что-то выбросишь козлиной мочевин не так что плохо я бы другое название предложил но хорошая выливка большая редкость благодарю лакричку я беру лакричку пью жирный ойлок закусывай лакричкой мне доебись ну ана логично ладно лошад лошад стоит и смотрит набрано руки в боки а одежда добыл про тебя подходить ты че не мой я же не читаю мысли хочешь пиво скажи давай подходит к марку говорит ну короче когда с ними тут разберетесь бухать догоните и дэйвейс направляется в сторону леса я вопросительно гляжу на марка пошли вы два алкаша я не алкаш я дегустатор попрошу ладно пивные сомелье если что мы после обеда отправимся чтобы вечером быть в лесном лагере так что если будете там то встретимся и будешь в центральном лагере да я как раз сюда сухи пособирать припасов понабрать приехал узнать какие караваны доехали чтобы получить плаву понимаю понимаю так что сегодня подходящее время вернуться назад и продолжить поиски мы начнем да давай до встречи мы встретимся сегодня еще в центральном лагере если мы до него дойдем что Андрей ты там напомнишь упеть я кое-что пути игры сказал хорошо это ты мог написать я ему написал телеграме он не читал окей вы все собрались все вещи с вами то есть нормально никто ни во что не переодевался спасибо да костюм клоуна да и серьезно костюм клоуна обязательно а гудок есть носу не ну просто если ты будешь гудок будешь хп где ты взял костюм клоуна да нет у меня костюма клоуна господи я заявку принял я понял у тебя теперь есть мотивация выдать мне костюм клоуна ближайшая приваль да у тебя был костюм клоуна плюс один на выступление прекрасно я ночью павашота а чисто парофу а потом марка а потом вообще всех темного компаса в темный цирк короче например господа как мы будем их искать есть идеи ну я короче полку перенастроил теперь она у меня умеет еще и летать и видеть темноте и я не знаю я не знаю но я не знаю Я разобрался с токенами. А она в каком лесу вообще? Прям под Тантором, который. А вот тут? Да. Я так понимаю, что через половину леса проходит расщелина или там как это выглядит? Не, она в конце леса начинается. Ага, я понял. То есть лес заканчивается, начинается расщелина. А чисто так интересно, а как река проходит через расщелину? Да никак. Ну, она частично лес огибает, так что часть воды утекает вниз. Ну, природа говорит, что река бы перестала существовать в такой ситуации. Я в курсе. Там... Вот. Грубо говоря, этой реки нет. Да. То есть та деревня, на которой мы дрались, на самом деле она не на реке, а на сухом жёлобе. Хм... Интересный момент. И там нету креветок? Эм... Угу. Сейчас я прикину, откуда вообще берётся вода. Че, там может быть какая-нибудь хрень, что типа над этой расщелиной эта вода как бы левитирует, почему нет? Нет. Там такого не должно быть. Окей. Потому что тот же самый вопрос вот сюда. Слушай, давай так. То есть я сейчас подумал, в центре леса есть такой серьёзный родник, с которого течёт достаточное количество воды. А, то есть здесь типа есть притока? То есть есть притока, которая питает эту реку? Да. Хорошо. А как быть вот с этой вот хренью тогда чисто так? А вот там уже нету. То есть, грубо говоря, вот здесь вот этих рек нету. Уходящих. Не видно, ты не рисуешь. Да? А я на каком лове... А, я понял на каком лове. На каком-то другом слое рисую. Да, я на другом слое. То есть вот этих рек нету, вот эта река есть уже. Да. То есть, вот эта река... Её не существует. А вот эта река, она вытекает из Урофа и втекает водопадом в Расчелину, верно? Да. Всё понял. Ага, то есть вот здесь вот из прошлого кампейна я помню, что эта река утекала во внутренние гроты. Там должен быть прикольный вход в пещеру где-то вниз. Да. Получается, да. Окей. То есть, пускай магически Расчелина была создана, никакого гравитационного поля там нет, чтобы вот эта как-то страна текла. Макс, если ты токен нам разместил, то ты его тоже на GML. Я не разместил. Я на линейку сразу переключился. Так, какой цвет вам выбрать? Давайте выберем какой-нибудь. Я вот выберу коричневый цвет. Пусть лагерь. Первый вот тут. Один вот тут. И один вот тут. Видно, да? Я думал, ты сказал, я разобрался с токенами. Сейчас ты меня... Я не разобрался с токенами. Он разобрался с токенами. Я ж тебе говорю, в июле у меня время будет, я сяду и все по папку расфигачу, чтобы они у меня были. Их уже полтысячи будет. Их уже полтысячи. Вы че издеваетесь? Так. Господа. Я чешу репу, прикидываю в голове. Стоим, я так понимаю, возле входа в лес, из выхода из города. Ну, и как будем лес прочесывать? Так я вот тоже самое сказал. С севера на юг, с юга на север. В идеале находить безопасные методы ночевки, а это как раз лагеря Аксардаса. Я думаю, можем дойти до одного из них, поздороваться с ребятами. Я тут начать двигать. Пройтись и потом вернуться в лагерь. А мы хотим какой? Начинать с запада или с востока? Аксардас будет в центральном лагере. Судя по его словам, у него лагерь чуть-чуть не окраинный лес там. Самый западный. То есть, самый восточный. Значит, можем начать с запада. А я не понял. А его ребята с нами пойдут? Это мы на месте договоримся. Нет. Скорее всего, нет. О, господи. Я думаю, что там будет формат примерно следующий. Мы придем. Узнаем, что у них есть по информации о местной территории. Поищем этих ребят. Попробуем их найти. Ты нам сразу уже ген врага решил токен поставить, да? Конечно, нет. Это вон. Хорошо, ребята. У меня в голове такая лампочка. Блин, ребята, я знаю, где их лагерь. Ну, вон. Этот. И... Попробовать найти, собственно говоря, расположение наших вражин. В случае чего, если их там до хрена вернуться и попросить поддержку от ребят. Ксара... Ксара... Как их в этом зовут? Почему тебя... Да, вот. Почему-то... Расширенно... Расширенно начало двигаться. Честно говоря, квадратики было видно лучше. Да. Да неважно, все нормально. Делай, раз уже делаешь. Тогда какой у нас маршрут? Выходим по дороге к центральному лагерю, с которым мы уже проходили, ты опять двигаешься в Щелину, а потом... Я не понимаю, что я нажимаю, что он двигает. Направляемся на запад, верно? Э... Запад... Да, на запад. Хорошо. Тогда встретимся утром к Сараксам в центральном, судим от деталей и отправимся на запад. Предлагаю этот процесс делать быстро, чтобы сейчас полтора часа не идти к центральному лагерю. Как вы видите, в этой большей части по западу смотреть немного? Нет, подожди. Вам по дороге же удобнее будет прийти сразу к центральному лагерю, встретиться там к Сараксам, а потом пойти на западный лагерь. У него там будет маршрут. Или пойти непонятно куда, в лес, в сторону примерно западного лагеря, хотя мы даже не знаем, где он конкретно находится. Нет, погоди. Западный лагер находится, как раз, на дороге в Рампорт. Мы мимо него проходили. А, вот так это работает? То есть не центральный по дороге? Угу. А, туда, да? В тот, который по дороге. В тот, который по дороге идти. Это западный лагерь. Хорошо, идти в тот, который по дороге. Конечно. Прямо сейчас идем. Да. Пошли. Предлагаю тайм спикать, Макс. Хорошо, в какой лагерь вы идете? По дороге который. Который между Тонтором и Рампортом. Ага. Хорошо. Только он не центральный. О, не центральный, да. Так а мы же не знаем дорогу к центральному, как мы его пойдем. Окей. Мы могли бы спросить. Ну мы же не спросили. Мы не спросили. Ну. Можете дождаться обеда. А, он выходит в обед, верно? Да. А, ну тогда можем дождаться обеда. А, тогда у нас сейчас есть полдня времени. Тогда, я говорю, ребят, может дождемся, что все-таки обеда пойдем вместе? Может по дороге там обсудим детали, не надо будет идти прям в центральный лагерь, там уже по дороге разделимся. А, с кем еще детали ты хочешь обсудить? Ну, конкретно, что он лично знает. Или пофиг. Варшот, короче, отнимает кружку, он стоит с белыми устами и в пеной на усах. Мне он не нравится. Я могу его нахуй послать. Варшот, да ладно, ему этого не говори. Я думаю, мы можем от него узнать. Какие-то его разведчики нам подсказали, где находились те стоятки, которые они нашли. Которые уже пустые. Но, как я понял, у них особой информации нет. Они просто пытаются как-то оттеснить предюдущую часть леса. Возможно. И непонятно в какую, если честно, в западную или восточную? Скорее всего, в западную. Ммм, наверное. Ну, тогда можно, пофиг отправиться в западный этот и пойти в сторону запада. Пускай они воюют в восточной части, а мы поищем в западной. Ну, я именно так и думаю. Все, тогда отправимся. Если что, Эдельвейс будет идти не совсем по дороге. А я хочу идти вдоль дороги и... Ну, так, буквально в десяти метрах, знаешь. Вот. И всматриваться в глубь леса, может, что-то интересного замечу. Ммм, перфепшн. Давай. Скрытый, верно? Да, скрытый. Так, чё, про секунду. Ваш шот спросит у Эдельвейса. А чё ты делаешь, что ли? Так, заглянание Лайк сработало. Сейчас посмотрим, что закрепляет. Я тебя толком не слышу, потому что я иду в десяти метрах от тебя, ты меня видишь где-то там между деревьев мелькающего вдоль дороги. Ну, я тебе подошёл немножко и сказал. Марк. Проделав несколько часов пути, ты периодически посматривал вверх. И странный сокол постоянно парил над вами. Так, вы шли по лесу. Марк и... Слышно возникли дятла. Подожди, подожди. Марк или Эдельвейс? Марк или Эдельвейс? Эээ, кто кинул? Я вижу Марка. А, это Эдельвейс. Извиняюсь. Эдельвейс. Извините, как он вопрос. А зачем ты мне 20 сердца дрейков? Потому что из инфузива варится по 2 банки. Всё правильно сделал. 2 рецепта он мне зачем вписал? У тебя два, один продаж. Нет. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. Один первый уровень, другой четвёртый. успокойся все правильно сделали они разные первый у тебя был четвертый получил итак пойдем всю дорогу за над нами летает тот самый странный сокол да просто парит над вами счетом вас интересное есть а живность продолжает быть где-то далеки мастер у меня заявка после того когда весь не скажет что он смотрит следы и вообще в целом не смотрит что нибудь вошел отдаст приказ булки смотреть и сам будет тоже смотреть и посмотрите скрытный perception что такая льды весь плюс но я хотел просто поговорить с вашу там я когда замечу этого сокола я покажу пальцем вошел вошел царе это забыл к аккуратно быть потому что тварю как хищная явно нас высматривает помощи твою булку что того а то есть 3 не летая с оба своей вот этой вот непонятно чем потому что еще того сидят твою булку ну а сама не так руки в боке да ты не попадешь макс к как высоко находится это птицы очень высоко для остальных те кто не смотрится это просто . летающий поя то есть это в метр метров 200-300 вверх да это недостреливаемая штука вашего то я не знаю ты вообще заметил ее или нет что я потому что предлагаешь мне в нее попасть ты явный по моему по finder и ты за каждое увеличение дальности не не минус 2 делаешь или только star finder и за каждое увеличение дальности минус 2 до до максимума здесь и можешь попасть на с большим минусом типа у тебя сейчас длину потому что на 600 футов они на 600 на ада на 600 так даже это x интересный момент него раньше сам по себе сколько и нужно стал хорошо 200 соков что еще раз ты прерываешься или проверили новый фай опять университет да нет почему-то зачем мне нахрен вайфай у меня есть нормальный мобильный интернет у меня с мобильного интернета ну просто прерывался я понял сколько футов до птицы скажи давай прикинем что футов 200 метров 200 метров это 650 футов до до 650 чтобы не попасть в него типа 2 200 метров почему 650 футов это 7 раньше у меня первые два раньше без штрафа дальше пошли вообще стрелять дальше шестого рейнджа нельзя а понял вообще типа максимально 40 минус 10 назад у все понял ну туда в то что я сказал вашу ту все еще в сирии вашу стрелы далеко не летают вертикально вверх еще но будем ее посматривать и удачи высматриваю я потемнеет и вообще его не замечу так я тоже ни хрена не заметил о не надо недооценивать диких птиц мы идем дальше твоя приходим к вечеру лево сколько там мы приходим лагер к вечеру приходите в лагерь ммм да я бы даже сказал то что даже раньше где-то часа к шести наверное приходите ммм вот лагерь как я в прошлый раз говорил то есть окружен такими деревянными ежами выкопаны небольшие практически землянки в которых расположили небольшие но положили салону там подстилки и небольшие такие лесные домики то есть знаете бревна такие сложные поверх друг друга и накрытые какой-то листвой вот где-то по под каждого из десяти бойцов и небольшой складец у них там присутствует несколько дозорных заметив вас что-то друг другу пошептались а потом один один из них тот самый в прошлый раз видели по махалу весь эмоции лютого вы подходите такой что обратно будет держать ой тогда думаем думать такие как бы как бы еще с вами поработать так вот и взяли дело чтоб помочь и вам и вы нам помогли мужичок с рыжи бородой осматривается меня доктором кличет вот прошлый раз не познакомить я марки протягиваю руку до чего вижу у вас кого это новый знакомый сопровождаете его куда-то он так рвался из города так рвался подумали что писание пивовар не помешает до романтизм город большой они сидят обычно другой таверне это башь то есть он бывал городе ну как бы у не единственная таверна в городе и город большой таверна это так макдональдс донберг кинг тантор второе по размеру город если что в стране после партуса теперь нету да это даже даже на численность населения где-то записано можно поискать там до хрена как-то было это было это записано ну шутки и куб средневековый город с большим населением должен занимать территорию как только курская область не он занимает на хренище он огромный стоит учесть то что здесь плотность высокая и все-таки магия позволяет типа лучше располагаться и почти вся все население сосредоточено в городах за городами живут только сельскохозяйственные какие-то коммун а нынче так вообще опасно вне города жить ни хрена сука у меня записи осталось лучше всеми пользоваться нельзя но у меня еще вот это лор на это я там точно описывал всю страну кто кто где зачем какая население у меня в картоне у меня раз таки покупает этот по в картону же раз население не записано это у меня дима кубка игре вернемся возвращаемся к игре до что доктор я и дарьвей зовут у кива расскажите что-нибудь вас тут сколько два дня не видел два дня до монету за два дня ничего не происходило новое извещение о караванах на не поступали поэтому просто тут на факт неделя а в городе неделю были до недели когда недели один в день шесть дней вас не видел блин подожди шесть дней были не на работу пойло пить которую привезли неделя до 7 и не вас неделя прошла и вы еще один день там задание брали общались макс метели 7 дней не 5 эти шесть дней сказал 8 8 до 8 до уже не стоит меня бить доктора для каждого ты себя будешь медицинский спиртом метанолом не у настоящего доктора всегда должно быть то чем промочить горло и стерилизовать рану так жизнь до избавить от лишней памяти как говорится спирт внутри бутылка снаружи или наоборот наша бутылка внутри не оказалось вот это опасно да помню я делаю одну экскурсию по городу и как-то очень неудачно случилось что кого-то потом порезали бутылкой борога бога не стой группу которую я вел интересная я куда путь-то ныть прям к вам да почему у нас тут такого скоро каран поедет да не стон ксарда с тобой тут еще по 5 бандитов сюда выкурить этих этих вообще из нападения на караваны могу сказать то то что пользуются они лучниками и либо там кто-то очень быстро стреляет либо их много не знаю мне такой вариант не нравится стрелы остались после их выстрел там обычная стрела александр есть какие-то мастер крафтовый стрел типа так плюс плюс один к атаке нет если есть типа магический стрел который какие-то с каким-то эффектом но значит фишка 1 по finder окей здесь и слух типа на своей магии заряжает стрелка да и вот он куда-то уходит приносит несколько сломанных стрел ну вот которую нашли судья судя по всему не городского производства сами делают перья местных птиц дерево тоже местное наконечник наконечники отсутствуют просто застряют видимо каждый раз новые делают вот несколько стрел и кто-то из них пользуется арбалетом вот а вот у него 2 от арбалета болт довольно халтурная работа нужно сказать может припасы берегу тут как бы у нас тоже у арбалетчиков без наконечников стрелы арбалет болты я смотрю на него проносительным взглядом и как же вы планируете таким воевать так что есть если и вроде как у капитана есть запасы но это на всякий случай он говорит только то крайне а так то что продают в городе где мы пользуемся либо то что сами сможем собрать проблем с материалами нормальный наконечник сложно сделать макс у меня какие вопросы у меня стрелы нормальные ты ж по-моему я покупал обычные стрелы короче в рам поди они охотятся на монстров из монстров и не делают наконечник тяга стены наконечники окей хорошо окей и скажет плечами ну ладно господа короче пришли вы тут это продолжить нашу кооперацию в поисках этих мадаков может порасскажете что у вас последняя разведа информация мы пойдем поищем чем но за последние недели у нас только один погиб боец вот когда мы охраняли караван на этой стране на восточной все гораздо хуже гая там 5 раме очень хуже что я удивлен я думал на вырута у вас тут больше бед да нет у нас как раз к их меньше возможно мы испугнули либо там что-то более важное опять же отрум более портовый город может им придет определенный тип местные припасы уже нужно а там еще одна дорога идет да там еще на улице а у вас там еще в ту сторону два лагеря который из двух лагерей ближний или дальний на дороге стоит данный на дороге стоит вы знаете наш лагеря ну нам рассказал ксаракс да да действительно так доктор я вас перебил что там за птичка летает не ксаргас она нет смотрит наверх есть еще там этот сокол я пальцем туда показываю это . что ли всю дорогу на нас если бы я не смотрелся подумал муха летает а это не муха поверь знаю таких делах следят за вами не за нами следят ну я думаю что оттуда его видно вообще весь лес новари что и птицы тяги на их стороне что может быть у них есть парочку птиц которые на их стороне что им мешает он начинает я сосматривать и вглядываться в каждое дерево я тут недавно белок видел с а3 паранойи ладно не заболею паспорт вас от ушел молодец это конечно с нами все еще бегает песен да за вами все еще бегать то если вы его корня вечно забываю но он есть да да я его кормлю постоянно если что это дефолтная штука этого говорить как раз не буду на просто вот я выкормлю ребят черт гандри илья рабовой разы почему нет не было подключил илья не рабовой поэтому точнее у меня вроде вас и нормально у вас какая-то у тебя тихо слышат от его рабовозь именно да и куда я только что были прерывания так что такое ну ладно нормально это что на ночь и будем двигаться в сторону востоком господа молодежь надо бы отдохнуть уже отчетно но так на перебивать дорогу в сторону форма лагеря что еще раз же дорогу в сторону центрального лагеря так он подходит так следы искать умеете но показывают вот в этой стороне мы ходили несколько раз до другого лагеря так что не совсем прямой путь так что лучше по следам идти вот там еще найдете скажем так несколько облитых кровью деревьев но это мы со стаей волков побились что кровь точнее лучше или важно немного наши но побольше волчи вону бориски плечо разодрано но как бы нормально подглотали щит конечно не сможет пару недель держать но поставим его назад были совместные опасные долго до лагеря эти но если будете быстро идти я думаю за полдня доберетесь ну а так обычным шагом подольше будет лучше утром выходе и где-то после обеда придете предлагаю здесь переночевать я пока до ночи еще здесь пошарить по круге посмотрю чудо как обстановочка ну давай так я не против посидим здесь отдохнем и завтра утром двинем это такой еще вопрос какую сторону мне пойти пошариться либо на запад учитывая что тогда вообще не пойдем либо в сторону востока наперёд немного себе путь разведать может сходить посмотреть сторону востока чтобы уже хотя бы понимать завтра куда нам идти может быть дорогу когда немного запомнишь будет завтра проще идти туда и не теряя времени на этих словах такой так марк собака на тебе я пошел дельвейс накинет капюшон и растворится где-то в деревьях ну там это удачи что ли где-то из из-за деревьев уже непонятно откуда фраза спасибо вы чё господа у нас жареное волчье мясо есть ну давай чё господа мы там лучка порубили заманерновали пожарили практически хорошо ну садимся бориска давай короче картофан закидывай варить будет ну вот и пол лагеря пошли не подготавливать уже у лагеря борисов поймать или борис ну типа один доктор и борис и позвонил они лагер чё вот это ты добрался уже так животных так во первых ваш отчет заклинание ты изучаешь а их нажимаешь что ли мясно сидит изучается полы а нет я просто посчитал был бухтику маму а вот что добивает дальше пяти стать походу не что такс отправляется изучать лес буду рису так и чё за куча способностей h2 h2 давай вкратце ну короче у меня есть который способность который позволяет 10 минут посидеть пожевать землю понюхать корешки и такое все да там покупаться пальцем в каташках и узнать про местных животных это вот первая штука вот вот вторая но это тоже меня короче нельзя обнаружить пока я гуляю просто вообще нельзя нет тогда тогда ты двигаешься вообще по пять футов не драсьте то написано что я могу сничать без этого стауса и но двигаться не больше чем пять футов на шаг спасибо ты 15 футов раунд двигаешься с такой маленькой скоростью необычного это не интересно тогда я хочу а если я а если я двигаюсь типа с броском то я могу двигаться быстрее верно да хорошо тогда я двигаюсь быстрее и тогда параллельно понятное дело пока все высматриваю если я что-то обнаружу то я перейду вот в этот вот режим хорошо текут чек над сделать да там по поводу того чтобы посмотреть ну и где первых я хочу узнать информацию о том что из-за живности подобная всякая хрень это какой-то чек здесь написано что могу по 10-10 минут узнать все что есть живет я делаю сурвайвал чек против 10 которые ты мне скажешь в зависимости от очевидности этих самых знаков и на успехе я делаю река нович минус 2 для того чтобы узнать больше о животных в этих знаков на месте только животные знаки до меня соберенец не столько сильно меня интересуют детали там до какой породы это волки и подальше поэтому скорее интересует в принципе кизи животного здесь как вы уже слышали есть волк на есть минус бросать на даре то вы пока нету то вроде уйти способный хорошо ну там как раз таки по сурвайву у человека против десерт в это типа я слишком очевидно то вообще по идее можно не бросать если типа на там уже что-то такое типа уже надо подумать это сложно 10 посложнее 15-20 30-40 пускай кинет я кинул а дальше разбираюсь я тебе китаю сурвайвал скрытый ты осматриваешь местность точно ты слышала волка вроде как они действительно тут есть есть какие-то птицы несколько кроликов видел белок сова ухала вдалеке но такое ощущение как будто бы ты что-то упускаешь если что макс это же происходит не так что вышел 10 минут пока упался и вернулся общаться с ребятами я с 6 вечера до полночи гуляю и регулярно в разных местах занимаюсь этой вот я говорю что ты заметил хорошо то есть не сразу все заметил хорошо да так что я говорю тебя что-то в голове не складывается и вот все все я еще до этого меня еще интересует как я писал что меня интересуют какие-то следы может быть на земле гуманой подобная хрень возможно какие-то знаки символы пометки на деревьях подобная хрень в том числе это тоже к этому чеку то есть нет это другое perception не четко не хочет понятно в таком случае я вернусь к ночи марк играет с собакой таким образом отрубает ей головы пришивает обратно играешь ты бы нашел какую-то палку с нее пытался ее как-то развесилить покидать может она ее приносить может нет я вижу это так вот берет собаку бери дупло начинает пихать собаку дупло так обычно с собаками играет нет я нашли я я отложил карты убраны начал собака как играть в покер раздевание и притом собака выигрывает да 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 ну что я ничего проиграют понятно порнографа грибец возвращается уже в полночь встречается бригада а чего не спите нет вот и меня встречаешь успеешь отлично когда я тихаря просто пробираюсь уже спать тоже местные жарове несколько патрую патрулирующих чувака уходит сейчас насколько поздно сейчас очень поздно очень поздно ну ваш от тут даже спать до хорошо вы ложитесь спать многие ли из вас ночевали вне города хоть раз а всю жизнь на проживку я был приключен я мог ночевать не город потому что по городам ходил я иногда я иногда с караванами ночевал где-то по дороге хорошо не всегда да скажи у тебя все города расстояние дневного перехода друг от друга не знаю тут есть некоторые друиды которые летают самолетами так что я пошутил андрей ты ночевал вне города оба шок чё пошел скорее всего в рам-коде значит ночью звуки леса тебе мешали спать может тебе постоянно казалось что кто-то рядом ходит максим я увидел что ваш от него все так всем его показывает они опять напились и утром просыпайтесь немного квадратной головой вопрос а легально ли существование такого снотворного не снотворно или она работает только когда когда кто-то согласен знаю что это именно такой эффект будет тогда это работает когда кто-то согласен и мне неважно спишь ты или нет да это зависит тогда это когда мастер скажешь ему пофиг вот для твоего персонажа это было что-то новое то что он в лесу спит и вокруг вот все вот это вот происходит ну что до этого но только на улице звуки были там типа повозка проедет кто-то пройдет за счет опытный он пол жизни проспал на улице в блевотине под забором еще раз говорю в ухоне совы тресканье веток обдирание коры ухоне бутыльника прямо на ухо точно не лежал ваш шок не такой чистенький слушай я тут за тебя вписываюсь чтобы тебе сейчас дебаффов не насыпать и дебафф никаких дебаффов я блин квадратная гола и все против комфорт шоу мастер демона какого-то считает чего голокруглая подожди-ка мне комфортно я наливаю себе кружку жирного олуха делаю глоток и ставлю вашу ту на голову удобно кружка не падает как двор выбираю себя жену с квадратной головой чтобы кружку пива можно поставить очень удобно и борода подлиннее что можно было вытирать усы дворфеек нет брата здрасте это у толки я наполнил только у дворфеек продаж ладно короче вот нормальный фэнтези а не зумерс это весь быстренько собрал все свои манатки и стоит ждет ну пошли не дождите так у меня ж не зумерская фэнтези у моих дворфеек есть бороды нет есть нет я просто помню что как раз таки у макса были бааа у меня как раз были там у меня андрей сбил тогда я ливаю из кампании до свидания своей жене в сбреешь ничего страшного где-то дискорд шаг ревнуть на самом деле выбирай жену эльфийку у эльфиек волосы не растут на голове есть проблема выбрав себе молодую красивую эльфийку может оказаться ребят 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 давайте компейн да это ваш разговор с утра это с вами доктор говорит понятно ребят блины во время пути что мы идем я подхожу к этому короче а дельвейс объясни мне пожалуйста вот одно ну вот и отказываешься от алкоголя мне просто вот интересно твоя точка зрения можете мне это рассказать а это никакой не секрет знаешь помню лет сорок назад сели когда в лесу еще давно это было еще перед расколом перед всей этой туфтой вот я не знаю как тут полу тифлинги они не становятся посреди процесса тифлингами они рождаются тифлингами поэтому особо не будут разводить демагуги этот но вы у меня кори фан как был человек именно что был недолго буквально пару дней заберем короче в лес носил собой бочонки пиво постоянно это я тогда любил выпить и вот сидели мы как-то очередной раз в лесу ничего не предвещало беды выпили я тогда эти тоже бы много пил так выпили а вот он нажался фламину и что ты думаешь ночью припрылись медведесовы или как это называют саламеды и сожрали его нахрен знаешь почему он же пока он спал они его жрали а он даже не проснулся я с тех пор как-то алкоголь не пил его нахрен да какой у тебя пассивный блеф потому что я не верю что это он не правду говорит же мне пассивная андрей кинь инсайт подожди а почему ты считаешь что это блеф во первых потому что он сайта пытается проверить а ты потом скажешь а хорошо когда снова тебя до проекта как ложишь да это у меня что-то у меня пиздёшь плюс 6 из 16 пассивный получается андрей скрытно знаешь как кидать вытащи свой токен начале у меня нет токена смысле у тебя нет токен вот серьезно есть там токен только не загружен а почему у меня андрей в этом не сказал подожди а какому токену я тогда чудовал джей у меня токен исчез пацаны спиздили это именно это себе да и пожалуйста токен токен загрузи а кстати максимум у тебя по вору лесные эльфы которые нефийские сколько живут то столько же полторы тысячи вот а то есть они тоже живут и выкажите таки да я вот это у них получилось полу гигантов создать мне что внимание кинуть или что мы кинуть да внимание внимательно да внимание тут внимание перцепш дельвейс ты можешь чего угодно ему рассказывать и он всему поверь отлично тогда я еще расскажу прекрасную историю про летающего драконе курицу а нет я расскажу историю хорошо будет другой человек не вопрос я расскажу похожую историю когда-то это же очень совсем давно было молод я был лет 250 назад вот это вообще были времена спокойная серия из дворфы активно там беседились и гуляли мы значит по просторам этого континента изобрел я значит с компанией знакомых это же выбери конкретно и андрей не перебивай потом поверил а мне все равно я просто тебе рассказываю я андрей просто у тебя настолько все плохо что он может что угодно рассказывать не может так подожди так какая нравится я я просто рассказываю независимо от того чтобы что-то ты понял что я понял или не понял эти байки травлю если что-то я тебе правду рассказываю то есть как бы крайней мере я считаю что это часть моего вора я тебе не пищу поэтому но хорошо и значит вот гуляли по просторам куртона как раз таки это же нажал все народ и ситуация один в один вечер лагерь часовой нажрался заснул а еще и проснулся от того что пришел огромный многоголовый гусь огнедышащий и сошрал нахрен всех только я смог сейчас не есть я верю это я верю знаю максима но ты веришь вообще то тебе отельвес до этого момента не сказал ни слова лжи он верит а турия ты просто не понимаешь философию битья я аргент применно драма и хорошо все будет нормально У меня пиро хорошее, я его сварборил из первосортного ячменя, пирта и других ингредиентов, его пить не вредно. Да я понимаю, что не вредно, как раз идеально проспиртуешься и совамед тебе скажет огромное спасибо, потому что так вкусно будет. Так ты не нажирайся, две кружечки и всё. Я смотрю на него, слушай, примерно так говорил вот тот бедолага гоблин, который был с нами в тусовке. Две кружечки и всё, но ему хватало обычно, и вот ему хватило. Да я одну кружечку ему, его уже нет, ему уже всё равно. Знаешь, на самом деле можно рассчитать из пропорций тела сколько нужно человеку для того чтобы оправить. Слушай, рассчитывай, я не люблю быть пьяным, мне нравится. Тебе сколько ветишь? Сука я ветишь, я не знаю сколько, не знаю, килограмм наверно шестьдесят может, шестьдесят пять. А ты с какого роста? Так это же эльфа эльфы тут невысокие, где-то метр шестьдесят пять, семьдесят может так. А, да ладно. Лесные, кстати, ещё ниже чем выше. Ну тогда метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. Ну и рога ещё на четыре сантиметра вверх торчат. А, кстати, я чуть не забыл, сегодня ты проснулся и все уже привыкли к тебе синим. Но ты сегодня стал красным. Бордовым скорее такими. Бордовым. Ну т.е. стандартный цвет. Ну да. О, так сказать синька прошла, а ты говоришь, что я не пью. Смотри, видишь, целый месяц отходил. Синим был. Короче, не люблю алкоголь, не хочу. О, чё куда мы двигаемся-то? Я тут вчера походил, побродил, ребят. Ничего особо не заметил, чё-то как-то такое ощущение противное, как будто бы я что-то выпускаю. Ну, короче, смотрите в оба. Я посмотрел, дорога вроде есть. Волки, здесь понятно, медведи вроде есть, зайцы, ну зайцы неинтересно. Вот. А так, ничего особенного. Короче, глядите в оба и... Пошли. Гляди, тебе примерно можно выпить 3 литра пива моего. И ты не будешь пьяный. О, я не люблю пить алкоголь, слушай, это, это, это ментальная травма. Оставь меня в покое. Ты понимаешь, что алкоголь бывает полезен. Разжижает кровь, расслабляет нервную систему, насыщает панист полезными микроэлементами. Да, да, да. Прекрасно, слушай, я не буду, не буду быть таким варварским способом лишать тебя столь полезного пуйла. Тут поднимается доктор и говорит, сударь Бран, вы разве не знаете, что эльфы не по пиву? И потом он ставит перед тобой кружку. А я да, а доктора да. Ого. Ну, бульк. Ну, бульк это значит, но я кружка налит. Вот он такой выпивает. Вот, потом, сударь Эдельвейс, я вас спас. И опрокидывает. Спасибо. Благодарю. Эдельвейс слегка посмеется. Всегда обращайтесь, когда нужно уничтожить стратегический запас опасного яда. Ты знаешь, почему, допустим, монахи многих культов варят пиво? Слушай, давай так. Расскажешь, очень интересно послушать, но только по дороге. Ну, а я думал, мы уже идем, я по идее вроде как… Я заявки не слышу, что увидите. Оказалось, что все это время мы сидели и втирали эту всю хрень доктору. А? Ну, тогда мы идем, и я рассказываю, окей? Ну, такой доктор… Удачи! Проходите еще, а то тут скучно в последнее время. Давай. Мужики, мужики, мужичочечки. Короче, я, как всегда, не с брошенными гипотезами, которые, скорее всего, ошибочные. Я думаю, что та аптечка, которую наблюдала, возможно, еще какие-нибудь зверушки, которые тут бегают. Это какие-нибудь зверушки этих бандитов, которые как раз следят за караванами, за непонятными ребятами. Возможно, следили за этим мужиком и как он с нами трепался. Минут десять точно. Или двадцать. И за нами тоже решили последить. И если дальше разгонять, возможно, ты себя почувствовал странно, потому что какие зверушки за тобой наблюдали. можно. Но мы сейчас ничего не сделаем. Наша задача добраться до центрального лагеря, а там, я думаю, мы уже какое-то время идти внимательно осматриваться. Это будет занимать гораздо больше времени. Нет, нет. Максты не так работают. Мы просто идем. Но при этом мы идем не в смысле, что смотрим себе под ноги и мечтаем об облаках, вычислительные, математические. А просто крутим головой по сторонам и пытаемся заметить, что в глаза бросится. Александр, есть такое, если активный поиск идёт? Нет, там получается... Сейчас дай деспоинт. Просто как мастера я могу сказать, что идти по древнему лесу, в котором просто корни торчат из земли, и надо под ноги смотреть, а не по сторонам. Там вроде бы как раз идти более скрытно. Это, по-моему, как раз... Господи, это тебя замедляет. Вроде бы, если ты хочешь просто исследовать, вроде бы это не мешает. Значит, могу быстрее... Ладно, воспользуйся тогда механизм. Хорошо. Персепшены, пожалуйста. На случай, если... А, нет. Это замедляет нас два раза, да. Так. Тогда я уточняю. Вашо всё равно будет смотреть, чтобы не наступить в говно, а Булка будет ехать на Вашоте и смотреть очень внимательно, ей идти не надо. Ладно. Слушай, Макс, 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 по поводу моего этого фита. Тут есть прекрасный... Обращаясь к тому, что происходило вечером. Здесь написано, что этот фит, что он также позволяет автоматически подходить к существам до 15 футов, избегая, типа, обнаружения. Во время... Во время чего? Во время чего? Во время этого, то что ты идёшь? Во время exploration написано. А, да. Да. Вот. Если они, короче, сейчас не ищут и не охраняют. Типа, сейчас, avoid nodis — это отдельная активность, типа... Ну, короче, если чуваки не готовы кого-то искать, то, типа, он может до 15 футов к ним приблизиться, не поднимая шум. Да. Да, да. А если они, типа, ищут или состоят... Или на страже, или на страже, то это не так работает. Да. Это дальше. И так? А, что перцепшены были, да? А, почти. Ага. Вижу. Пошёл, что кинул? Ты всё-таки ищешь. Я успел кинуть. Ага. Я успел кинуть. Я успел кинуть до того, как мы разобрались, что мы будем идти. Ага. То есть, если остальные читают, значит, вы идёте водоразмедлению. То есть, придёте ночь. Которому? Нет. Я иду с той скоростью, которая идёт. Ага. Ты что, остальных опередишь? Больше денути? Если они все смотрят, то там идёт все медленно. Ну, я к тому и клоню. Я сказал, что я иду застку. Медленно. Но того стоит. Придём к ночи, но тем не менее, зато уже сейчас леса прошарим. Ну, тогда окей. Все идём медленно. Хорошо. От кого-то ещё будут персепшн? Давайте я надо брошу персепшн. Угу. Так. Барана вижу. Марта вижу. Да. Единственный из вас, Эдальвейс, периодически замечает, что в определённых частях леса, на деревьях, есть небольшие лежаки. Походу, там кто-то ночевал, находясь на ветках от деревьев. Так же можно заметить то, что туда забирались при помощи приблуд, ну, таких, каких-то своеобразных шипов, походу. Я когда замечу первую такую штуку, скажу так, а ну-ка, ребят, стоять. Скажу пальцем. Смотрите, какая интересная штука. Это, по-моему, висит гамак где-то в ветвях деревьев? Нет, не то, что гамак, что в ветвях висит. Скорее, там расположены так, ну, вот представьте, две ветки идут где-то на одном уровне. И между ними палок положили и там листы какой-то. Ну, гнездо, по факту. Да, грубо говоря, гнездо, только такого гуманоидного размера, то есть это точно не птицы, либо очень большие птицы. Я хочу, ну-ка, подождите, ребят. Я хочу подойти туда, к этому дереву, и осмотреть сам столб дерева. Я так понимаю, что я там увижу эти самые места от шипов на ботинках, ничего не было. И я хочу понять по состоянию коры. Но оно видно, когда кора свежая, пробитая, или там эти следы давно уже засохла кора. Так, поиск следов, это у нас чё? Ну, это не поиск следов, я их вижу, я так понимаю. Там скорее вопрос, анализ вот этой вот дерева. Ну, так анализ это и есть, грубо говоря, поиск следов. Поэтому это не Perception. А, по-самому же, на самом деле тут как раз можно использовать твой фит, который позволяет бросить survival. Вот survival. А, ну да. Имея эти следы... Ну, вот это вот survival build. Больше в нас есть. Да, можно. То есть ты мне определяй DC, я тебе кидаю survival скрытый. И если у меня получается, то я могу кидать Recall knowledge с минус два для того, чтобы узнать больше о существ... А как я о существе, что знаю больше? Нет, чтобы ты... Нет, ты сначала определяешь спектр того, что это может быть более точно, а потом ты можешь определить, кто именно это всё-таки был. Ээээ... Так. Спектр. Подожди. Что это спектр? Ну, я могу сказать, что это было бы сделано три дня назад. Почти ещё вопрос вы хотите, что я вам скажу. Ну, тут... Тут Recall knowledge тут не поможет, потому что Recall knowledge это типа как бы, что это было конкретно за существование? Ну, это гуманоид. Вот именно с каким-то механизмом. То есть, это не там, не когти... Да, это был гуманоид с каким-то механизмом. Ну, я не думаю, что я что-то больше узнаю. Понятно. Ну, я вернусь, поделюсь этой информацией дня три назад. То есть, здесь в этой части леса тоже они оперируют? Эээ... Видимо, они оперируют повсюду. Каждый, здесь не один доктор. Ребят, следите, смотрите наверх. Может, увидим что-то интересное. Если заметим какую-то активность наверху, то надо будет учитывать. Ну, мы пойдём дальше. Я так понимаю, что в течение нашей пути мы ещё таких мест увидим несколько. Эээ... Вы ещё одно такое же находите. Где-то в трёх часах от этого. У меня аналогичная заявка. Понять, как давно там что-то происходило. Снова кидай. Угу. Так, этот был сделан пять дней назад. А этот постарее будет. Пять дней назад здесь сюда лазили. Эээ... Я хочу осмотреть вот это место. Понимаешь, это было пять дней назад, но тем не менее. Может, здесь видно, что какие-то сломанные ветки. Где видно, что кто-то и шёл в пятидневной давности. Сломанные ветки, что кто-то шёл. Ммм... Ну, сломанные ветки есть. Но... Наверное. Но это больше какой-то крупный зверь. Походу, тут медведь проходил. Я понял. Я понял. Может быть, где-то заторвался какой-то кусочек ткани. Может быть, что-нибудь такое за что-то зацепилось. Может быть, что-то выпало. Какая-то вещица лежит. Давай посмотрим. Я залезу туда наверх, посмотрю, что там внутри в этой штуке. Внимательно это сделаю, чтобы никакую ловушку там на себя не стригерить. Что бросать? По-моему, дефолтно нет. У меня нет скорости лазания. По атлетике что? Нормально. У меня атлетика плюс шесть тренд. Тренированно. Угу. Слушай, там какое-то правило залезания есть. Ну, допустим, если ты потратишь много времени, чтобы не рисковать. Много. Сколько? Ну, не быстро. Давай минут двадцать. Ну, давай. Я полезу наверх, смотреть что-то. Да. Ты смотришь наверху и тут поработал кто-то очень хорошо. После того, как он отсюда ушел, он убрал вообще все вещи, которые у него были с собой. Только оставил это гнездо. Устараюсь максимально там ничего не ломать, ничего такого и спущусь обратно. Я хочу еще посмотреть на небо, видно ли точку, как погода вообще. Постепенно становится все больше и больше туч, то есть они такие кубистые идут. Они объемными, кажется, очень. Скорее всего, в ближайшие несколько дней будет дождь. Если сгущаются тучи, то сокол должен спускаться ниже, чтобы что-то видеть. Если он там есть. Ты его в этом тоже видишь. Я его сейчас не вижу. Хорошо. Окей. Итак, ваши действия. Ну, я полагаю, мы пойдем дальше. В предел, да. Да, вы идете дальше. Не шибко скрывайся, я так понимаю, поэтому от вас есть какой-то шум. Есть. Где-то вдалеке волчьевой слышен. И когда солнце начинает заходить, вы видите какое-то зеленое свечение где-то в глубине леса. По направлению, откуда мы пришли, вправо, влево, вперед. По направлению юго-востока. Юго-востока. А лагерь находится чисто на восток? Или на северо-восток? Или на северо-восток? На северо-восток. Я такой, а ну-ка, ребятки, момент. У вас на востока-востока-север, если быть точным. Я понял. Я всматриваюсь, я хочу попытаться в своих и поколопаться в знаниях. Может, я что знаю о подобном роде свечениях? Может, в каких-то существах, которые такое свечение в лесах издают? Я тоже хотел покопаться в своих памятах. Природа? А? Природа. Природа. Даже на провале немного правды и немного лжи. Даже на провале немного правды и немного лжи. Это какая-то магия. Или природные явления. Сойдет за правды или лжи. А мне какая-то информация? Тебе в природе встречается такое свечение? Свечение. Ну, не настолько яркое обычно. А что это было? Я хотел узнать, что это такое. Точно ты не можешь сказать, что это. Нет, нет. В природе встречается. Что является источником в природе такого свечения? Фосфор, жуки. Фосфор, жуки, всякие разные, понятно. Это по типу лаги. Бывают камни, которые преломляют свет. Фосфор. Я понял. Я пошел посмотрел. Вы как? А сейчас очень темно. Ну, в лесу, да. Потому что все-таки ветки неплохо так захоронять не было. Небольшой лунный свет попадает, но из-за туч он очень часто пропадает. Вашу туточник, мы все пойдем или ты сначала проверишь? Я пошел бы сам прогулялся, ребята. Давай, мы тебя здесь подождем. Давай, давай. Вы пока сядьте что-нибудь, примите нормальные позиции, осмотритесь, может что еще заметите. А я пока пошел в ту сторону, делаю это скрытно. Не знаю, как далеко это свечение примерно? Свечение в лесу, наверное, не очень далеко, но я думаю метров 600 точно. Это не очень далеко. Ты представляешь себе 600 метров, Макс? Да. Ты уверен? Ну, относительно этого леса это не очень далеко. На 600 метров ты ни хрена не увидишь в плотном лесу. Ну, вот ни хрена. Вот вообще. Звучит как правда. 2,4 метра. Макс, ну, правда. Вы замечаете свечение, потому что вы смотрите, и все-таки оно как на дереве вторжается. В лесу уже на сотни метров смотреть сложно. Да, Макс, просто на расстояние. Все, 200 метров и не меньше. Макс, чтоб ты понимал, 200 метров это примерно вот как от твоего подъезда до конца той улицы, где тупик с парковкой. Да, 200 метров сойдет. Ну, там редкий лес. И там деревьев. Полно. И там редкий лес. То есть, там нет кустов, нет лишайников за всех времени. Кусты есть, но тут он не мешает. Понятно. Тут кусты прозрачные. Договорились. Кусты прозрачные. Значит, тогда деревьев идет... В этом месте кусты прозрачные. Короче, в этом месте нету. Вы просто шли, и шли, и шли, и вот так вот сошлось, что вам немного видно там свечение. Я не говорю, что его хорошо видно, но вы осматривались, и у вас есть хороший перецепт. Поэтому, говорю, вы едите. Что, договорились? Договорились. Так, я сейчас немного калькуляции проведу. 600 футов, ну, это 200 метров, 150, окей. 650. Дереть на, если я иду прям совсем скрытно, то это 15 фунтов. Господи, почему у меня как-то такой ебанутый, где знак деления? 15, это 43 раунда, 43 раунда, это сколько по времени в минутах? Это по 10 раундов в минуту, верно? По 4 минуты. Вот. То есть я могу абсолютно незаметно за 4 минуты туда дойти. Ну, за 4 с чем-то. Я туда иду абсолютно незаметно, со скоростью 5 футов в действии. Хорошо. Все, я пошел. Ты практически как улитка передвигаешься, да? Ну, 5 футов в раунд, ну, не совсем в раунд, это получается 15 футов. Ну, я так что-нибудь покрался. Ну, там буквально крадется, это полметра в секунду. Короче, Эдельвейск крадется, а остальные что делают? Сели, осмотрелись, вошел, заготовил бутылку в руку. Бутылку в руку? Ну, в смысле, из зелья достал брейка свое. Ага. Ну, если посмотрел по сторонам, я чеки уже кину. Да. Я стою, жду. Что вам в руке? Так. Значит, двигается у нас Эдельвейс, который решает не прятаться. Ну, я имею ввиду, не способен прятаться. Я прячусь. Я как раз застаусованный, только мне не нужно делать бросок, я просто преуспеваю. Ну, если только там не ищут или нет? Нет. Как раз таки, когда я двигаюсь со скоростью 5 футов в раунд, меня даже когда ищут не видят. Странные способности, если честно. Ну, почему? Ну, а почему там внимательный парень тебя не может заметить? Я могу сникать без попыток стелса, до тех пор, пока я двигаюсь не быстрее 5 футов. Это работает, типа, смотри, обою достер, просто здесь стелс работает очень странно, смотри. Он, получается, автоматически преуспевает стелса против того, кто его ищет, если его уже не обнаружили. А тот, или из-за стражи, постоянно делает чек внимательности, чтобы осматриваться во все стороны. Он постоянно может попытаться как-то его найти. То есть там такая нюанс. Слушай, так если я всегда преуспеваю? Ну, это не отмечает того факта, что кто-то делает чек внимания против своего стелса. А, то есть все пассивные, все пассивные внимательности я преуспеваю. А, понятно, да. А, понятно, да. А если кто-то ищет, то мне ничего не поможет. Он все еще можете найти. Тогда логично становится. Потому что мне показалось это странным. Это может быть какое-то обоснование, что он сидит. Чтобы он меня начал искать, да. Нет, нет, просто нет, человек на страже, он просто стоит, и он делает человеки внимания, потому что он на страже стоит. Но он это делает с какой-то периодичностью, верно. Он же не спамит каждый раунд. Нет, спамит. Ладно, забей. Продвигай с губ лесса. Три раза в раунд, да. Все свои действия. Он стоит и просто в пять часов. А что ему делать еще? Он уже на страже. Я понимаю. То есть он каждый раунд три действия тратит на чека, да, типа, в поисках? Ну, грубо говоря, да. Охуенно. Я хочу, чтобы ты мне все эти кубы реально бросал. Ты не поверишь. Ты понимаешь, что тогда я тебя точно оборожу. Ну, так это... Рано или поздно он вылетит. А тогда это вот шутка была. В этом бред. А, шутка? Ну, хорошо. Окей. Вот, что, по идее, делается один общий perception вообще на весь дозор. И, грубо говоря, этот бросок используется на каждый раунд. Хорошо. Так меня устраивает. Вот. Идя по отражению свет, который ты видишь из деревьев, в какой-то момент ты приходишь к небольшой опушке, на которой растет, если правильно сказать, зеленый стебель, возвышающийся наверх. И потом его лианы опутывает какой-то источник света, которое облепило большое количество зеленых жуков, летающих вокруг него, как спутники вокруг орбиты. Мои познания в природе говорят о таких растениях, или что это такое? О жуках. Природа. Так. Бросаю, 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 бросаю. 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 Лисные светлячки. А что за растение, тебе не известно. В большом количестве... Я такое вижу впервые. Что? Я такое вижу впервые. Такое растение ты видел впервые. Ты даже не слышал о таком растении. Угу. А, еще раз, это растение, которое... Как я себе это представляю? Условно-условно парящий в воздухе шар, к которому дорос стебель и оплел его. Грубо говоря, да. Да. Я понял. А светится сам шар, или светлячки, которые вокруг него? Из шара выходит теплый желтый свет. А светлячки, которые его облепили, ну они света больше дают. Они зеленые. То есть, он так слегка, слегка так, просто как бы он не черный шар, да, то есть он особо свет не излучает, но при этом сам по себе... Как лампочка, желтая лампочка. Ну так он не светится, он не как лампочка, он скорее как на часах, знаешь, такие, ну короче, неважно. Да, возможно, небольшая подсветка у него. Я понял, я понял. И светящиеся светлячки. Я хочу оглядеть поляну, видны ли какие-то следы, может быть какие-то сооружения, что-нибудь такое. Ты осматриваешь поляну, и да, под одним из деревьев есть какой-то у вас вниз, что-то вроде пещеры. Хорошо. К этой пещере ведет какая-то тропинка или что-нибудь в таком духе? Нет, не ведет. Эта поляна, какая она большая в диаметре? Или в радиусе, как тебе удобнее? Ну, там где-то в 15-20. То есть она маленькая реально? Да, она маленькая. Я говорю небольшая. Хорошо. Я хочу подойти так, чтобы быть с той стороны, где ближе к этой самой пещерке. Если 15 футов, то это очень недалеко. У меня потенциально должна быть возможность заглянуть в нее с края поля. В пещеру? Ну да. Что я вижу? Кость. Стена из костей. Стена из костей. То есть вход, как дверь из костей. Идет спуск вниз, и подпорки начинаются, как кости. А, то есть там подпорки. То есть это явно что-то искусственно создано. Да. Ну, да. Я понял. Хорошо. А кости, кости, кости? Мне с этого расстояния есть возможность как-то хотя бы примерно определить, чьи бы это могли быть кости? Не знаю. Это медвежьи. Большие кости. Скорее всего либо гуманоидные, либо кого-то побольше. Но скорее всего гуманоидные. Но гуманоидные это не очень большие. Ну, такие. Типа там от ног кости сложно. А, я понял. То есть эта пещера такая примерно с полметра в диаметре. То есть это такая как нора скорее, а не пещера. Да. Это нора. Ну, ты туда можешь поместиться, только тебе как бы немного сгибаться придется. Понятно. Не в полный рост. Я понял. Я туда лезть пока не планирую, точно. Туда там, не знаю, браны, возможно, я во шок нормально выйду. Я понял. Я хочу туда осмотреть деревья и корни деревьев, которые здесь выступают из-под земли, вот при сатой стороне этой пещеры, на наличие следов от когтей и подобная хрень. Ну, старые когти, да, есть. Следы. А, я хочу по этим следам примерно понять, там, на лапе сколько у него когтей, да, там, размер самой лапы. Четыре. А размер самой лапы ближе к волчим, наверное. Ближе к волчим что-то. Да. Так. Понятно. Есть ли здесь свежие пометки или только старые? Только старые. Старые это что-то совсем, то есть, да, там, даже не недельной давности. Это что-то совсем уже такое. Ну, из того, что ты понимаешь, что такое животные знаки, больше похоже на животные знаки. Это что? Да. Что это значит? Ну, существо определило, что это его территория. А, то есть, это как бы не то, что он здесь пробежался, а то, что он пометил. Ну, да. Да. Я понял. Я хочу покопаться в памяти, кто такие знаки оставляет из животных, у которого лапы размером с волчью и четыре когти. Волки? В природу? Ну, это я как раз могу свой фит. Волки не живут в норах. Что, они живут в пещерах? Волки в норах, волки норы не роют. Волки живут либо в пещерах, либо в каких-то... В заброшенных. В заброшенных, да. Они могут в заброшенных норах каких-то жить, но при этом это должны быть скорее не норы, а именно как берлоги, потому что большие. Хорошо. То есть, это как бы... Ну, с моей точки зрения, это волком быть не должно. Логично. Ну, знаки похожи, как будто волк ставят. Я понимаю, что это как будто волк, но с моей точки зрения, это не волк. Я пытаюсь понять, кто это может быть, если не волк. Ну, дашь свою логику только пользуешь. Только своей логикой? Да. А, ни хрена, дружище, я пользуюсь своим фитом. О чем он тебе говорит? Как раз он это и говорит, что если я сурвайвом вот это все понаходил, то я могу сделать Recall Knowledge с минус 2 для того, чтобы узнать больше о самом животном. Угу. Тут написано, что ты можешь попробовать это вот самое Recall Knowledge с минус 2, чтобы узнать больше о существах только от этих вот знаков. То есть, я могу узнать больше в этом существе, то есть, что это за существо. Я тебе заранее говорю, это волк. Это волк. Хорошо. Но твоя логика говорит, что это не он. Поэтому я говорю, дальше своей логикой пользуйся. Я понял. Пользуюсь. Я пользуюсь. То есть. Хорошо. Я все это дело пакую. И отправляюсь уже там не со скоростью 5 футов. То есть, я так. Я огляделся, я же не вижу там, я пока еще и не слышал никаких звуков там, да и так дальше. Не. Ну, лес живет. Так что. Ну, я понимаю. Хорошо. Тогда я хочу осмотреться и чтобы понять, может кто-то там, не знаю, кто-то здесь ходит, бродит рядом. Да не знаю. Тут сова пролетела, что-то забрала, улетела. Отлично. Тогда я забил болт и все еще вот пользуюсь этим фитом, но не 5 футов в раунд, да, а просто пойду, пока не подойду на 15 футов кому-то там, бла-бла-бла. Я вернусь. Хорошо. Ты возвращаешься к остальным. Я пишу им картинку. Расскажу, что я шел. Так, давай пока ты не вернулся, что вы делали все это время? То есть где-то, ну у тебя наверное минут 6 не было, да? Ну минут 5 я туда и шел, еще минуты 4-5 я там колокол. Ну короче 10 минут. Минут 15-10. Минут 15-10. 10-15. Шот кинул чеки, он взял зелье и смотрел по сторонам. Ага. Бран? Бран видимо заснул. Марк? Я, знаешь, типа на самом деле все это время стоял немного так, на нервах, на низком ставке, чтобы туда рвануть именно в ту сторону, куда ушел Дельвейс. Знаешь, типа у меня уже. А пот течет такой струйкой, значит свискал. Да, пот течет, типа я такой типа сейчас, сейчас, сейчас что-то будет. Когда я вижу, что ничего не произошло, я много разочарованный, но все же с облегчением вздыхаю. Туда я вернусь, пишу картинку, которую я увидел и поделюсь своими его заключениями. Говорю, что слушайте, там какая-то нора, ну что-то она какая-то не волчая, но при этом там волчая символы. Видимо, видимо здесь это все. Мне подсказывают, что это не связанные вещи и что там за нора, на самом деле я так и не понял. Честно говоря, в очи логово лезть не стоит. По-моему, это не в очи логово. Но слишком маленькая для очи логово. И там костями сделаны подпорки. Волки подпорки не ставят в своих... Музыки, музыки. Так эти же бандюганы, они какие-нибудь друиды. А мы... Нам кто-нибудь говорил, что это друиды или нет? Нет. А чтоб говорили, мы что-то такое слышали. Они... Я тоже что-то слышал. Короче, они вот каким-то чуваком, который когда-то был учеником Таревол. Ой, 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 ой. Да. Ну, короче... Вообще-то там было правильно, что не предполагают, что это так. Инфы точно нету, но предположительно это друид. Да. Да, да, да. Вот друид взял, сделал себе логово. И чтоб по нему животное не ходило, нацарапал деревья. Потом... Нет. Я думаю, что он просто дружит с местной живностью. Ему нет смысла превращаться и их обманывать. Наконец, если будет Дюгана, надо будет Дюгану. Ну, мне кажется, мне кажется, что нам туда. Потому что если мы такие места будем игнорировать, то нет смысла вообще заниматься поисками чего-либо в лесу. Тогда... Ну что, господа, предлагаю туда пойти, но быть очень внимательным, чтобы опять случайно не воспитывать ловушку. Я могу этого бедолагу невидимого скастовать. Он пойдёт, откроет все двери. Если чё, строгерит ловушку, но только нету ненажимую. Ещё раз, чтобы было понимание правильное. Там лучшие символы. Что они значат, для кого они предназначаются, не совсем понятно. Пещера, в которой явно живут не волки, потому что волки костями не подпирают свод пещеры. И непонятный шар светящийся. Непонятного мне назначения, я впервые такое вижу. И мы туда идём. Какого наш план действия? Полезть в пещеру? Я туда не влезу. Нет, ты туда влезешь. Ну, влезу, но я там буду бесполезно и мне будет очень-очень некомфортно. Не знаю, можно пустить туда кого-то из наших мелких товарищей. Вот и проверим, насколько алкоголь помогает выживать в такой ситуации. Если там сочное место в глубине, то нам залезть. Давайте сходим проверим. Пошли. Мы пошли в ту сторону. Скрытно пойдём. Тогда, ребят, выстраиваемся паровозиком. Я уже дорожку приметил. И у кого у нас самый низкий бросок стауса? А мы с экспертом с тобой можем идти, да? Я же об этом и говорю. У меня фит на типа тихие союзники. Мы бросаем только кубик за самого-самого шумного. У меня будет плюс восемь. Сейчас скажу. Я за Брана посмотрю. Он что-то куда-то пропал. Может срочно пошёл. Брана... Брана плюс девять. Ага. У кого-то плюс семь. Ты плюс восемь и что-то такого скажу. А что, у тебя сколько? Да, у меня восемь. Ну? Бросаете плюс восемь, добавляете свой ещё уровень и... Нет, нет. Это у меня тренированный плюс восемь. А, то есть мы уровень не добавляем? Нет, ты эксперт стелс, а я добавляю плюс два к этому. То есть мы бросаем десятку. Бросаем одну, секретную. Максим, просто, просто, просто... Просто бросите стелс, а кто из вас бросает, я прибавлю два. А, ну давай я брошу. Бросаю стелс. И ты добавляешь к нему два. А у Марка тоже восемь? Да. А, ну окей тогда. Они ещё такие тихенькие-тихенькие. Да, практически на цыпочках немного шума, шороха издаёте, но... Такой... Такая небольшая змейка продвигалась к той полянке. И все вы видите этот шар. Опутанный. Стебля. И у летающих вокруг него светляков. А можно теперь мне природу кинуть и понять, что это такое? А если бы я сказал, что нельзя? Кидать. Я бы туда не кидал. Воршот, ты вообще без понятия. Тебе даже кажется странным, что жуки светятся. Ты светишь? Что Андрей? Куда ты пропал? Из них можно сварить пиво? Да. Пиво можно и варить из чего угодно. Вопрос, будет ли это ядом или пивом в результате? Это уже другой вопрос. Да. Так что, это вот норка, которую ты имел ввиду. Ихайша, по-моему, на ухо Эдельвейсу. Ага. Показываю пальцем на ту самую нору, которая под одним из деревьев на поляне. Ну че, обкидай им монетку, кто идет. Ну да. Либо ты, либо баран. Либо булка. Я держу пёселя на руках и надеюсь он сидит спокойно. Ну если че, булку делать неделю. Будем сидеть, когда покинем в городе. Тогда иди ты. Тебя делать быстрее. Конечно. Так, а если мы крадемся, мы крадемся в полскорости, да? Да. Я каком остался каждый раз. Окей. Булка сидит на вашу шуте. Мы идем вместе. И вместе пытаемся... В смысле, она на мне едет. Я посадил самоду. Мне человек нужно денег кинуть, правильно? Куда ты идешь? В пещерку. А как на тебя она будет ехать? На мне сидит. Который ты еле помещаешься, а на тебя кто-то еще едет. Ты сказал, что львейс. Сгибается и туда проходит, а в ашот в полу львейцы. В ашот маленький, да? Ну, драма мальчика, но все равно как-то. Булка не у нас густит. Я могу не сдаться в полный рост и там пусть он там сантиметров пять и станет. То булка сидит на плече. Она крушечная. Хорошо. Не нужно кидать скрытность, правильно я понимаю? Да, тебе нужно кидать скрытность. Окей, ашот подойдет прямо к самому порогу. Осмотрится. Видимо, нужно кинуть внимательность. Можешь кинуть внимательность. А, погоди. У меня скрылась булка сначала. Но она, короче, внимательность кинула. А я кинул красцы и внимательности палочку. Клукоразмером в трехлитровую банку? Трехлитровый банк это много. Чуть меньше кошки. Котенок, короче. Двухлитровая банка. Давай в банках. Так, я скинул за вашу скрытность и кидаю за вашу внимание. А за букву я уже кидал внимание. Собственно, я подойду. Обнюхаю порог. Еще дополнительно. Смердит тут собаками и в оконях? Или смертит мужиком? Собаками и волками или мужиком? Смердит плесень. С другим видом, короче. Окей. У Ашота, если что, есть чек. То есть, есть бонус плюс два. Если кто-то, кажется... У меня есть плюс два на определение каких-нибудь незамеченных существ в радиусе 30 футов. Ну, короче, вот. Плюс Вашот сразу чекает вот этот туннель. Да, я просто упоминаю, что у меня есть эти чеки, если там кто-то будет у меня скрытый в зоне унюхивания, я это сразу пойму. Вот. И Вашот аккуратненько начинает спускаться. А если там кто-то не скрытный будет? То я его сразу увижу. Скажу. Добрый день. Ну, там пока никто-то скрытный. Тебе нужно лезть вниз. Да. Притом, этот туннель постепенно переходит в вертикальную плоскость. Падение? Окей, ты мне опиши, сколько я прошел. Ты прошел 15 футов. Окей. Там много пространства? Или все узкий коридорчик еще? Очень узкий коридорчик. Окей. Я его просматриваю прямо, правильно понимаю? Нет. Может вертикально пошел? Вертикально это вниз. Вниз. Окей, тут есть какие-нибудь веревки, еще что-нибудь? Корни только. Корни, за которые, по всей видимости, кто-то цепляется, спускается, правильно? Теоретически это может сделать. Так, у Вашота есть ночное зрение, он посмотрит в самый низ. Сколько там глубоко? Футов 30. Окей, Вашот вернется и обрисует ситуацию, что там лаз вниз 30 футов. Дальше неизвестно что. Типа предлагаю всем продвинуться, и Вашот дальше начнет спускаться. Я согласен. Кого-то будем снаружи оставлять? Ах. Я, если честно, что остался, я не люблю сжатое помещение там с луком. Очень, откровенно говоря, неудобно. Так, а тут ты там вообще никак не поможешь. Ну, ты знаешь, если кто-нибудь придет и попытается закрыть, например, выход и закинуть туда улей бешеных пчел, то я смогу этому помешать. А если меня тут не будет, то будет очень неприятно. Ну, делай как знаешь. Ну, я не знаю. Давай это совместно решим. Я не знаю. Мне кажется, что я буду полезнее снаружи, чем снутри. Я тут смогу пока походить еще что-то осмотреть поляну со стороны, поизучать само дерево, посмотреть что за жуки, может что-то вспомню о них. О, ладно. Ну, я не знаю. Там. Как бы тоже есть потенциальные опасения, если вдруг кто закроет за нами проход. По другой стороне очень видно, что там не явно не волки живут. И об этом же. И я не знаю, если вы там начнете какой-то супер движ, я думаю, до меня какие-то отголоски долетят или пошлешь ко мне булку, я побегу за вами. Давай мы пошлем туда булку. Я хотел только что это сказать. Ну что, давай мы пошлем вниз булку и здесь постоим все вместе. Да. А потом пойдете туда все вместе, а если что-то понадобится, отправите наверх за мной булку. Я порезу за вами. Так. Булка. Инструкция. Пускаешься на 30 фото, слегка оглядываешься по сторонам и возвращаешься. Если что, просто улетает туда нагрев. Вот. Смотри, булка проходит, скрытность можно использовать ту, которую я нечаянно кинул за нее. Когда она первый раз ехала, она проходит до этого коридорчика, смотрит вниз, ничего не видит, по всей видимости. Аккуратненько спускается. Угу. Выглядывает, как только понимаешь, что там, типа, вот это потолок, выглядывает с потолка. Весь весь этот пол. Это потолок. Он там, собственно, когда дыра заканчивается, там, собственно, образуется потолок помещения, по всей видимости. Там вниз ползешь. Да, я ползу. А, я понял. Я понял. Все, я понял. Она на каком-нибудь корешке просто выглядит так аккуратненько. Вот. И осмотрит это пространство. Что там она увидит? А, доползает до низа? По корешку? Она доползает до низа, осматривает это пространство. Дальше ничего не есть. Ну, в смысле, на таком корешке просто свет свои свешиваются, типа, как этот... Джонс Бонд какой-нибудь. Смиссия невыполнима. Да, типа это. Спасбросил столовкость. Рефлекс. Так. Ай. Давайте сразу смотрите фамильяров. У нее, по-моему, мой спасбросок и ловкости. Убийцы фамильяров. У него, скорее всего, какая-то твоя пропала учитывается. Да-да-да, сейчас я быстренько найду. Фамильяры. Очки здоровья. Промотал. Модификаторы КБ. А что там отдельно, типа, не забираются? Модификаторы спасбросков и КБ равны вашим до применения бонусов состояния и так далее. так что я просто кидаю... Спас по ловкости. Угу. Я приглашаю жестом. Внутрь. Ты что? Бежим за булкой. Я... Алхимический Огонь или как он так называется? Да. И бегу, и бегу. Ну, средний достается. Не маленький, средний. Сейчас будет срывать что-то в туннеле. Уй. Я трачу свои действия на то, чтобы кастовать Скорохода. Вы же в курсе то, что из вас только двое, а силы могут, типа, продвигаться на нормальную скорость? Угу. Я же их приглашаю вперед. Ну да. Мы, собственно, их и предлагаем вперед. Да. Вашот скастует Скорохода и пробежит оставшиеся 55 футов. Я добегу до дырки, правильно? Да. Вот. Закончится вот это действие, пока все остальные перемещаются с какой-то скоростью. Потом Вашот скастует на себя невидимость. Угу. И с какой скоростью я могу по этой штуке аккуратно спуститься? Типа в пол скорости, правильно? Да, походу в пол скорости. Окей. Я невидимым спускаюсь туда очень аккуратно, чтобы меня никто не заметил. Угу. Они спустятся за мной через два хода. То есть в данном момент они не видят. Они видят меня, они видят, когда я под... Они ко мне подходят, я в этот момент докладываю заклинание, становлюсь невидимым. Как ты сказал, два хода еще не дотяйте. Нет. Я говорю, что они до меня доходят по пещерке со своей скоростью. Как минимум доходят до меня Бран. Я в этот момент уже стал невидимым. Он докладывал заклинание. Он видит, как это все происходит. После этого я невидимым спускаюсь. И за один-два хода они как раз спускаются за мной. Потому что я спускаюсь. Александр, у тебя какие-то все ходы заключаются на предположениях, что все будут действовать так. А если сейчас Бран скажет, что я не пойду, то ты будешь просто стоять. Если он стоит и не спускается, вошел все равно спуститься вниз. Ну вот, я из этого. То есть сколько ты ждешь? Ребята. Угу. Вспоминая тот последний раз, когда я полез за Килинковым в какую-то непонятную дырку, у меня умер персонаж. Андрей, давай ты не от себя игрока будешь смотреть, а от все-таки Брана. То есть Брана у тебя был приключенцем. Спасал ли он своих союзников? Так это ж... Максим можно я кинул на интеллект, чтобы понять, понимаю ли я, что фамильяра можно призвать заново? Ээ... Неделя. Ты маг, у которого я... Я алхимик. Алхимик. У тебя, короче, арканы или оккультизм хотя бы тренированы? Нет. Нет? Да кидай аркану или оккультизм. Оккультизм. Так, хотя да я подлежу аркана, да? Ага. Не тренированная и оккультизм, да? Угу. Тоже нет. Ты у меня гадишь, что ли, Саша? Да. А, тогда я Сашей верю. Кидай. Саша, это я только живет в Праге. Угу. Кидай свою аркану. В принципе, да. Ты понимаешь, ты фамилируешь, то что можно заново призвать. Да, но за неделю. Нет, за неделю он не знает. зачем его спасать это все равно зверушка магическое призовешь вас не умничай нам нужно разобраться что здесь происходит ты либо идешь туда либо не идешь давай времени но тупая наглая молодежь иду молодежь сколько теорет молодежь давай ведь вылезете так я понимаю вошел спускается вниз интересно сошли ответ сколько тебе лет сколько у тебя в среднем двор живут ну чё там стандартно 350 чуть чуть больше ну да примерно у меня дндш на прогулку там 750 чуть ли ну короче 500 до 750 отельф до 750 отельф еще рассказываю короче дальней 750 и где-то 3 300 400 двор фу по мы с тобой ровесники мы с тобой ровесники эти даже старше давай валюту молодежь давай шоколота иди перед тобой исчезает вашу я лет за вашу там марк ой кто из нас кто следует за длина ну давай я моложе я пойду первый я понял а мне здесь этого цвета жилист давай с нами давай вперед стоп я дергиваю марка я быстрее и и я палец ну я бы не обогнал марка если он вперед пошел типа ну типа он мне буквально одернувая соберутся здесь у меня одернул и сам завеску ну ладно мне течет последний ну я так понимаю что мы по дифрику туалет трейн улезем скорость до 5 футов здесь да тоже внутрь или торн увидесь спускался конечно самый из октя Ana к тебе вопрос а этот когда вот то там меня 35 футов скорость если я трачу два действия у меня это скоро и суммируется а потом делиться на полам нет а жана ради боясь попалом подожди как это работает вот я у меня есть я хочу пройти 5 футов я трачу 10 футов мне остается двадцать пять я прохожу еще 5 футов а трачу еще есть у меня остается пять футов я отрачу еще одну нецу действия добавляя к своим 5 кутам еще 35 футов у меня не пришлось Проблема в том, что нет комбинированных действий для передвижения. Да, у них нет. Каждая считается идеей. А, я понял. Окей, хорошо, проехали. Ну, тогда я на 45 футов вперёд пролезу. То есть я понял, что я вниз даже успею слить. Все пролезли, и вдруг корни начинают двигаться. Пожалуйста, спас броски по рефлексу. Прекрасно. А если мы в дефикулторе, это нам как-то мешает или нет? Нет. Если Максим мне скажет иначе. Я скажу иначе, но у меня просыпал он бонус. Рефлексы, Андрей. Спас бросок. Вашот тоже кидает? Да, вашот тоже кидает все. Даже то, что его скорость теперь 55. Ты трогаешь корень, который тебя обвивает. Ага, окей. Я же не просто так спрашиваю. По корню спускаешься? Ты говоришь, да. А как ещё мог спуститься-то? Там нет, ну... Спрыгнуть. Спрыгнуть 30 футов. Ну, я не настолько люблю гулку. Чтобы и ноги ломать. 30 футов это не сломать ноги. Ну, Вашот, это... Он уже не знает, что он супер-героем стал. Понимаешь? А, я понял. Вашот помогает. Макс, рассказывай. Да. Вас она начинает обвивать корни. Маркову обвязывает только ноги. Вашота корни пытаются схватить, но Вашот вовремя понимает, что происходит. Но вот с остальными двумя всё гораздо хуже. Вас практически как мумия обвивают корни и начинают вести. Так что проталкивая Вашота вперёд. Вашот, ты пытаешься что-то делать? Их затаскивают внутрь. Вместе со мной? Ну, как бы, если ты там хорошо приложишься у стенки в определённых местах, возможно, мимо пройдёт. Не, Вашот собирается сесть на паровоз и ехать первый. Он возьмёт, кто там первый едет. Бран. Это дверь? Бран. Ну, я возьму за какую-нибудь деталь одежды Брана. Мне за бороду, за какой-нибудь ремень. И вот на руке поеду вниз, как на поезд. Вот. А остальные вы можете пытаться совершать, совершить чек акробатики или атлетики. Марк, тебе связали только ноги, поэтому у тебя руки свободны. Ты можешь действовать, можешь попытаться перерубить корни, допустим. А чек скрытый? То поехали по... Не, не скрытый. Поехали по очереди. Так. Эдельвизь. А. Эдельвизь, да, у тебя получается вынуть свои руки, ну, половину тела из корней. Они тебя тащат за собой. Меня всё пока устраивает. Они по дороге, меня-то всё равно туда хотел уйти. А, хорошо. Они меня тащат туда, куда мне надо, меня всё устраивает. Т-т-т-т. Так, ваш вот есть, Марк. Да, сосканами на корень. Сколько свободные руки? Я достаю свой мяч и пытаюсь перерубить эти корни, чтобы спокойно из них выпутаться и пойти дальше вперёд. Бросок атаки. Да, ты перерубаешь эти корни. И я уже стараюсь не наступать на корни, как-то по земле, зайти туда. Ну, это будет сложно, но ты и так протискиваешься, поэтому будешь... Ты видишь, как прямо перед тобой ползёт, ещё тянет, значит, Эдельвиз, Эдельвиз такой, это чёрт возьми. Бран, ты что? Бран? Опять Андрей, куда ты шёл? А, прости, Максим. Отлёкся, секунду, извини. Что, во что-то схватили его, убили или что? Нет. Э, во что-то как раз не схватили тебя, схватили. А, меня схватили? Да. Дежавю? Я дамаг получил, Максим. Да не получился дамаг. Ты можешь попытаться Атлетикой или Акробатикой выбраться, а так тебе Акорни тачат куда-то в гудс. Тогда на. Тогда на. Героу-поинт. У меня же два вроде. Брана это не получается. Макс! Чё? Макс! Да, у тебя есть один хотя бы. Ну, у меня был один... Ну, нам же по одному даётся в начале игры, и один я получил за рассказ. Я правильно понимаю, что я не даю? У тебя один борца за рассказ. Вот. Я выдаю за хорошую игру и за рассказ. Максим охуел, понятно. Да ты иди нахрен. Это то, что я сказал, что по правилу надо их выдавать всем в начале по одному, и они сгорают до конца сессии. Но нет. Это зависит от мастера. Ну, тогда я провал. Ну, зато они у вас копятся. Нет. Я из того, что я понял, эти корни перемещают нас быстрее, нежели ваш шот со скоростью 55 перемещался. Да. Поэтому просто быстренько доставляет нас этот паровоз туда. Марк, придурок, зачем ты из них? Ну, залезь обратно. А что ты поведешь? Почему ты двигаешься в скорость 55? Я перед тем, как началась этот бардак, я скастывал себе скорохоту на минуту. Дай он плюс 30. Плюс здесь. Плюс здесь. Здесь написано плюс 10. У тебя 35. Давайте эту скорохоту нажму, посмотрим. Когда он нажатый, речь. Не знаю, если я смотрю в книге, написано скорость плюс 10 дает, не плюс 20. Это значит, я, наверное, какую-то другую ячейку его посмотрел. А Нокии тогда плюс 10 у меня получается. Ячейка и просто длительность не часа, а 8 часов. Так, погодите, погодите. короче короче маршрут едет на брани за ними тащат дельвейса а марк кричит прогоняется да а дельвейс пытается там как-то занять как можно более удобную позицию чтобы там не порвать себе одежду знаешь как-то удобно как в карете ну как раз в корнях было бы удобнее но подожди я переломал я же как бы из них выскользну я же граба тикает за за скользнуть обратно что нет почему они там все же еще остались я просто они как бы вопросе у меня так то нижняя повина тела смята очень сильно пресно будет напрягать еще страшно покачаемся до прокачаетесь вот кинешь мне посреди катетики а и вас мастер я разобрался я кажется не то заклинание заготовил я заготавливал смысле что это быстрый шаг хорошо что ты применил я применил быстрый шаг он дает плюс 30 и он первые ячейки заклинание на минуту дает плюс 30 футов скорость а тот плюс 10 ночи на час давал тут надо больше промежуток применения окажем грязи закрыты которые дают больше скорости на на меньшее время короче вас притаскивают в небольшую пещеру которая покрыта вся мхом и грибами посередине находится своеобразный каменный котел в котором кипит какой-то зеленое зелье и в корнями что важный момент когда мы будем подъезжать уже к выходу из этой хрени я попытаюсь вылезть окончательно из корней можешь повторить брусок и подвесывая эдельвейса за ноги аналогично булки и брану вас перевернутыми приносят на середину данной пещеры она по центру прямо над котлом мы висим осматриваясь внимательно вы видите как в корнях практически приросшие человеческое туловище очень сильно исхудавшие с одним выеденным глазом в котором ползается раконожка находится тело вдруг другой глаз приоткрывается и практически с полностью белыми глазами она взирает на вас будто бы пожирая рот открывается но голос идет не от голосовых связок от чего-то другого спрашивает пришли мне на ужин деточки ваш вот поскольку первый спускается он скажет хуй ужин и побежит спасать буку спас бросок по рефлекс а я невидимый выдал свое постоположение когда сказал но он должен как минимум пытаться попасть сначала пусть кидает d20 спас броску не план пусть он у меня есть ауешки разный максим есть разные ауешки но если это ауешка поездка что это ауешка как и ловушка вот она там есть только с прикасается на нем срабатывает тогда да так вот афах ну благо дело ваш от ничего не выпил свою бутылочку тебя обвязывают корни полностью и подымают над этим котлом а я чую твой запах дядь максим что не можно еще попытаться выпутать да но с каждой проваленной попыткой станут все сложнее и сложнее я хочу тоже пытаться вывести желательно так чтобы есть есть если вылезу чтобы не упасть в котел как в этом сутоками летит не долетел и до мяса 4 на магия оставлю тена потом позабавлюсь что же вы молчите а ты дорогой мой друг не невидимое мясо не очень приятно прояви себя вопрос я могу в этом состоянии кастовать нет я повязали по рукам нога если только вербально компанию вырваться я могу может попытаться руки я трачу действия чтобы вырваться эти к дичи и не сегодня вариант эти как роботик окей ты снова падаешь вниз в разорвав корня какое же ты дерзкое существо окей ваш от потратил действия на то чтобы вырваться и я кастую сон ты знаешь что мне сделать еще один бросок акробатики упадешь ли ты прямо в чан чан да а я прямо над чаном был ну да у вас прямо в центр как я и рассказывал вот так что вырываться немного опасненько ну окей ну допустим ваш от вырывался взял как на на как это когда тарзанки схватился за тулиану и попытался вырваться дальше это рефлекс а мне нужна акробатика акробатика и ты плюхаешься прямо нет я хочу перекинуть меня херопоинты есть хорошо перекидывай плюхнуться еще успею успел ты если до этого ты попой туда летел тут 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 рыбкой вернул чучки его что я плюхнулся ты плюхнулся в зеленую жижу кипящую сейчас на огне получаешь урон равный 12 урона кислотой окей наверно оттуда стоит выбраться вопрос оттуда выбраться очень сложно нет окей я могу выбраться и стоять на этом чане ты слышишь смех ну куда же ты ведь сопротивление несет только вред понимаешь существо яви себя я серно чую тебя да на тебя взглянуть да я уже все понял ты меня кушать хотел я короче вылезаю и становлюсь ногами в раскорячку на этом тазу если нужно там рукой как-нибудь себя балансируем а и соответственно я никак с пылов не могу сделать я выпью зеливу теперь все я ты я ты здесь не закончил дальше ходит марк ты будешь внизу ну ты ползешь где-то через минуту сожди док чё настолько голодный что я бабка бабка сорян бабка и тебе честно говоря не потеряешь чудак нам приколопал смотри на меня красавица никто не навещает приходит на жуков приманивать бабулька вот мы тебя навести родина жрать собралась ну кто ж так делает то что навещать смотри она вдруг напрягается ее глазницы ей в рот заползает сарка ножками начинать ее живу на что приходится идти а чувствую случилось то я отдала себя природе и природа держит силы мне определись я все устраивает или не устраивает это ты уже жалуюсь до 200 времени попробует опять таки вылезти из этой хрени очередной раз до игру каждое последующее сложнее ты освободил все руки я почему мне руки так свободны мне только ноги были связаны эти основу подвязали здрасте когда ты этого не говорил ты когда кидала на батюку ну ладно хорошо не говорю но должен теперь они нужно не упасть в чан я правильно дадим не упасть там стоит раскоряку вошел чтобы что поражение леска что он взял пеп то стоит в игре для того чтобы никто не падал в чан нет лезь пролетает прямо мимо вошел то и прыгает на землю рядом с чана понимаешь что как бы ты там не стоялась и на тебя кто-то свалится они весят больше тебя ты тоже в чан подожди андрей андрей подожди давай заявку там слышно древес приземлился это рядом с чаном я загляну под чан под чаном огонь горит или что там это огненные камни не похоже что дерево а чан размером какого ну вот обхвате перед собой вот так вот как будто бы вот охапку такую живешь я понял мир такой а когда я понял тогда я это потрачу у меня еще есть два действия если правильно понимаем между действующим когда я одним действием взаимую позицию которую не позволяет не получаешь травм длинному луку на короткие расстояния вторым действием а я стоп я так не могу это должен первым действием в ходу это делать тогда этим вторым действием я ее назначу эту тетку как свою цель мне смотрюсь рассмотрю я я принц советовал это делать что именно это агрессия приводит лишь к агрессии подожди подожди ты сама начала агрессию а теперь удивляешься вы проникли в мой дом так ты не написала там табличка чтобы тебе в дом заходить в гости нельзя мы вообще думать что есть заброшенные нора я оставила знаки какие знаки это же интересно стало волчь а мы не волки вы прежде чем-то дом и ничего особо не принесли так бабулька лучше расскажи что тебе известно про местные движухи друидов а вот всякие разные ходят что-то бесчинствует мы давно не бесчинствую что нам делать ну вот такие вот легенды ходят для силы элементарий не пробудить хаос а зачем прикол хаоса может мы тоже присоединимся к движухе хаос хаос вернет все на круги своя со времен великанов прогресс лишь двигается вперед жизнь не изменяется не улучшается одна же должна поглощает другую и хаос поспособствует этом нынешние устои как замок на воротах пора их открыть все хочу посмотреть если здесь какая-нибудь условная часть земли где не будет корней тебе придется на цыпочку стоит плюс ты не видишь мухом если где-то корни проходят тогда я забиваю на это дело хер вот это к ладно достой понятно и провожу рукой по лук к лук таким легким свечением приночь на это давать на этом сухой закончилась и тут короче выползает марк бранкин будет делать бран я могу пытаться ты можешь попытаться выбраться скил чай сказать бран ты освобождаешь свои руки так марк ты ты выползаешь я выползаю да тут ты уже встать в свой рост можешь еще один четыре вида мяса можно быстро заказать марку когда он вылезает чтобы он не становился на пол ну как бы и так на пол а он уже на пол спрыгнул откуда музыка толка мне вас точно короче горизонтально потом марк аккуратный пол пол это лава но я смотрю внимательно пол и перед всем приговаривал да отлично начало разговора да и корни двигаются постепенно двигаясь вокруг вас как змей я хочу еще посмотреть а чан он висит в воздухе и он к чем-то закреплен нет это это каменная такая плита грубо говоря большой камень в котором вот полость так сделан как чай и под а я понял и и стояла на огненных камнях я понял под ним типа выдолблено такое пространство в которое насыпано эти камни ну типа ну типа понятно да я полагаю разойтись просто это не вариант да вы можете сказать пока покланяться и уйти пятером да можно мне еще раз выбраться еще раз кидай я у меня же руки руками я помогаю ну у тебя есть три действия ты же можешь по выбираться долго мне я один раз заход принимаю нет ты только больше завяз и между внимательно смотрю на вот все буквально немного окладяюсь можно прошу прощения за беспокойство позвольте нам ретироваться а можно понять блефует она вообще или нет потому что ее корни пытаются нас дальше обхватить или они отступают нет у него фрукты у вас как змеи ходит ну убери тогда свои корни и мы уйдем это дерево тут повсюду корни а может твои что убери ты часть дерева убери корни это блин что мы можем уйти я могу понять ну и перцепс 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 на логичная тема скрыт нам раскрыта а я сколько вроде кинул булка тоже кинет булка ничего не видит можно почему здесь же есть свечение вы понятия не имеете булка ничего не видит потому что она полностью в корнях клубок такой а вот тогда в свое действие ваш от действия потратить надо чтобы освободить булку то только атлетика мы можем уйти либо не можем это одно из вы можете уйти за выпустите нас а про кого было все это время атлетика пытаться выпуститься выбраться сама по себе не слишком монет я говорил это купости нас идите так тетка что это когда это хрень какой-то выпахивает ты обладьте корни дыр весь смотрит на корни кто рук к него беседит на одно колено погладить корешок корни успокоился ваш от пожар от корни в булке да я понял и булка падает в чат нет я беру чё ты ну ладно ты берешь а ты ловк потом да я ловки в она придавили и тогда помогая потом следом убрану потому что я стою на начале и брана тоже вы ведь рано я аккуратно снимаю то есть я могу говорю чтобы он сразу хватался за корень чтобы не взглянулся и мне бы я аккуратно его спускаю хорошо как ротана скажите а вы немного несвежее мясо любите положите внутрь чан я думаю что вас сегодня испытательные вещества я думаю мы можем вам потенциально принести покушать потом древес смотрит на марка булька это расскажи интересно что это там за шар такой светится на улице это приманка для кого здесь для светлячков да для нас уже на 3 зрели бывают заходят лягушки прикольно тут это по всему лесу какие-то кто-то живет по деревьям ползает вазает и жить нормально не дает всем как-то что об этом знаешь они долго жили в лесу вес стал частью их найти их как найти дерево в лесу и тебе не мешают случайно они мешают вам да они в гармонии лес лесом живут я не знаю так тебе образ это был не вопрос я говорю вам они живут гармонии в лесу понятно а кто они они те кто жили и научились жить в лесу но они не друиды они не андроиды может только магии в них есть но это лишь крупица того что может другие да я вижу первый смотрит по сторонам это понятно понятно максим да она рассказала что типа мы ни хера и не принесли все такое ваще выбеги допустим похоже на правду а похоже на правду и она просит так я понимаю все что все дары складывать в котелок ну что можно поездить его туда на лят не наляпает аккуратненько на льет из бочоночка отравить бабульку бедную постепенно поры наполняют комнату вам кажется чтобы чувствуете небольшое алкогольное опьянение постепенно так как ваши поры начинают поглощать это еще не налил пиво максим так ты же сказал постепенно я наливаю когда я говорю слово постепенно но тут окей ты наливаешь и мы это чувствуем потому что здесь видимо у нее такой варева который в порами всех питает я и дать мне я говорю примите пожалуйста в качестве до дара и пока доказательства наших добром сомерений напиток который я сварил сам и наливаю ей не блэкаут точку надо было заливать ты же не знаешь а жидкость наливаешь никуда я ей могу я бочоночек ставлю перед бабкой или что мне делать то бабка не двигается смотрит на это моргает одним глазом там на тебя если есть что принести на ли это в чан я осматриваю остальных типа лить не лить если они вас смотрят тебе нам надо я выражаю плечами типа на что ты спрашиваешь и поглаживаю корешки вокруг себя надо вместе временем потихоньку будет продвигаться к сторону выхода мы поняли что вы погорячились и перехотели нас есть возможности правда можем принести чё поесть как сказал мой друг вот можно пока я буду болтать насколько здесь еще собираемся находиться можно по сторонам осмотреться если здесь какие-нибудь вещи предыдущих бедолаг которые могли сюда забраться если есть то они помпанком под кнопком что то есть я что-то вижу учатся какие-то потенциальные вещи предыдущих если что то есть то она под мхом это не значит что ты это видишь ok марк у нас есть на несколько дней вроде как провизии ли чуть такого возможно так давай покидаем в чем покидай науки но возможно у вас что-то как раз все это и хранилось я поделюсь с тобой своими если надо будет в будущем а уж каждого отдельно ну окей условно у нас на какое-то количество дней я ей туда нагружу какой-то еды ну типа в чан да в чан ну там пить плачу примать вяриное мясо не принято почетным гостям уходить отсюда возьмите этот цветок и тут цветок перед вами вырастает если вам что-то нужно от леса заварите выпить и чаю в ваших видениях вы увидите мать лес прикольно так все классные ништяки у нас он собирает я показываю на марка ну не классные ништяки рода предметы аккуратно подхожу беру ибо мать леса сметного леса или мать и любого леса дух не сильный но значимый бабушенька так ты мать леса я есть воля леса но не мать бабушенька тебя звать как я не помню ну марфушей будешь глядишь ближайшие 10 лет не забудешь марфуш как-то раз я была с состоянием из тысячи осколков какой нынче осколок правит неизвестный странно ладно а ты вообще часто тебе сюда такие бедолаги как мы попадают периодически сопротивление и миролюбие и любопытство ведет лишь к гибели бросившие меня и вызов погибают растворяются питают меня но мы вроде тобой чуть-чуть подрушились и поэтому вы уйдете да ты этих бедолаг с вещами съедаешь кислоте правильно понимаю все что они с собой приносят станет питать землю я понял ладно спасибо тебе большое будем знать что в такие домики очень заходить справедлив приглашение у хозяев но а как это у хозяев надо спрашивать ну вот допустим я завтра после дождичка в четверг буду проходить мимо и думать дай-ка я к бабушеньке загачу пронесу-ка ей какой-нибудь там месяца а ты меня не ждешь ты как будто не вне парадном как мне постучаться в дверь погладь корни если они тебя пусть заходить понял окей договорились но пойдемте если мы этих бедолаг поймаем потому что не нам очень сильно мешают то может мы тебе их и принесем в этом нет ничего плохого все полезно для лес ну да ну пойдемте отсюда выбирайтесь наружу ничего не произошло корни даже вам помогли подняться выстроив лесенку удобно подрывесь выйдет отрахнется вы стоите снаружи возга лампочки а косточки то не переварились кислоте ну ладно пойдете ну да ну и приключение однако мы идемте лучше в центральный лагерь заночуем то уже поздно мы отправились в лагерь да вы отправляетесь лагерь и я предлагаю на сегодня уже закончить без проблем что у меня пару заявок я бы хотел можно взять сейчас по пути я бы пару раз остановился я бы себя вылечил полностью я теперь могу есть возможность такая лечить я могу себя лечить каждые десять минут хорошо где-то еще час добирались на полтора ну и между делом привязываться я думаю больше никто не пострадал только вашу плюхнулся в кислоту у кого-то еще заявки можете в лагерь кит заявки сделать то есть там xardos и где-то еще с 14 бойцов ну я хочу только поделиться с ними информацию о том что эти пацаны живут на деревьях и о том что они скорее всего не видеть ничего общего с труидами сардос очень удивлен мне рассказывали другое как будто бы сам лес на них нападает на них это караванчиков и потому что не прячут на деревьях видимо не очень хорошо умеет прятаться и стрелаться с местностью рейнджеры можно я слышал об отрядах рейнджеров которые раньше сражались и гоблинами кто-то и не знаю думаю эти ребята здесь живут давно и хорошо приспособились к этим местам это не делает проще и делает а суши она караваны начали нападать сравнительно недавно или давно крупные нападения которую точно под это подвязали стали происходить пару месяцев наверно за нападают на караваны без разбора или на какие-то конкретные грузы не на все караваны сами караванчики ничего не рассказываю чего не там был пока не забыл xardos мы пока с тобой болтали играли потом пошли за нами какая-то странная птица летела но не знаю типа из ястребинок что такое за тобой не летают но такой смотрит на них ты вроде какие-то птицы летают нам чтобы за мной я как бы обычно шляпы закрываясь от неба сейчас уже светло не ночь ночь тогда ничего не видно тогда обед что андрей так что нить еще на тема того что в караванах раньше не было нападение тут внезапно начались проста не вы знаете я такими вопросами не занимаюсь пошел заказ и по идее по моим домыслам на караваны нападать не должны это ты прав в чем проблема сделаем явность на не с какими-то просто шелупенью из подворотни у них явно есть какая-то цель если они нападают не на все караваны накида конкретная то это во-первых организованные ребята с какой-то целью и не зная этой цели лезть к ним не зная на что они способны идея самоубийственная более мы-то с ними уже пересекались на разок когда вот того вот помнишь чувака нашли это березан вот и гений а ты молодежь я говорю смотрите что надо сделать царь даст ты же знаешь на какие караваны нападали что они везли ну примерно которых меня сообщили кто у вас с этим силам занимается я щас пойду с ним говорить каким делом ну кто знает все эти караваны я вас отвлекать не буду и пойду короче попытаюсь проанализировать я в танторе надо искать гильди а то есть только там да а у тебя никто из ребят и ты сам не знаешь что переводит караваны я говорю нам сказали что нападают на караваны и нужно защитить караваны сам тантор нас нанял а какие гильдейские гильдейские какие гильдейские компании этим занимаются нас не особо известили понятно напомнить пожалуйста на каком языке было написано вот та вот записка чтобы мы не искали тех ребят когда мы нашли медвайском написано ребят пустите максима спать будьте человеком и завтра на работу как по одиннадцатого еще успеть ага-га-га не надо уже это за пять минут давай иди спать давайте заканчиваем вы можете там какие-то комментарии сказать по поводу игры да все хорошо было нормально так по поводу всех механических вещей и там что-то покупать и так далее лучше все это все-таки мне писать заранее все это разрешили не чтоб на игре был так что обдумайте все что у вас есть я андрей добавь а вот так пожалуйста а у меня такой вопрос механический focus point focus point раз длительный отдых обновляется